This forever. Юрий Лобанов. This forever. Под гениальными разумеется в первую очередь имеется в виду создатель и великий композитор группы, Чак Шульдинер, хотя другие члены группы также сыграли значительную и заметную роль в истории группы. Я не стану затягивать вступление и долго и красиво говорить о безусловной значимости данной работы, о заслушивающем уважения таланте Чака, о том, что это будет отличной памятью о нем. Все это прописные истины, которые все и без меня отлично понимают. Кое о чем иногда лучше помолчать. Смерть, единственная сила в этом мире, которая является неизбежной, это то, чего люди боятся больше всего и стремятся избежать до самых последних минут. И еще смерть, ДЭС, также и название великой и известной любому металлеру группы, породившей целое поколение любителей смертельного металла. И не только создание целого стиля сделало Чака таким великим и знаменитым, просто. Все началось много лет назад, когда в Советском Союзе процветало строительство светлого будущего, а будущие кумиры металлодвижения Союза, Кипелов, Дубинин, Холстинин, готовились отпраздновать свои девятые дни рождения. Тогда, 13 мая 1967 года, в семье выходцев из Израиля Мэлэ и Джейн Шульденер, Мэлэн Джейн Шульденерс, проживавших на Лонг-Айленде, Нью-Йорк, появился малыш, которого назвали Чарльз, Чарльз Шауденер. Его родители были учителями и представить не могли, что в мир пришел человек, которому предначертано изменить тяжелую музыку. Будущая звезда недолго прожила на севере штатов и скорее переехала туда, где потеплее. Почти все свое детство мальчик провел в тихом городке Альтамонте Спрингс, Алтамонте Спейнс, Флорида, пригороде Орландо, штат Флорида. Именно здесь Чак играл, учился, рос и становился безнадежно преданным металлманьяком. Надо заметить, что немало впечатлительных и недовольных жизнью подростков искала себя в тяжелой музыке, и Чак не стал исключением. Его отрочество проходило довольно обычно. Он любил смотреть мультфильм Скуби-Ду, который в 90-х транслировали и в России, ходил в кино на фильмы про пришельцев. Еще ему нравилась феноменально популярная экранизация сказки Баума «Волшебник страны Олс», играл на улице. Как все активные дети, он имел немного времени на чтение, но тем не менее как-то прочел книгу Джонатана Сигла «Птица», Джонатан Л. Сиглберт. Это показалось ему очень интересным, он даже отмечал позже, что эта книга научила его мечтать и понимать, что все в этой жизни возможно. Сюжет книги довольно интересен, автор представляет себя птицей, отрывающейся от земли и преодолевающей земные предрассудки и все ограничения. Возможно, эта книга еще больше открыла в нем его необъятный детский инфантилизм. Его всегда называли добрым и отзывчивым ребенком. Мама строго-настрого запрещала ему разговаривать с незнакомцами, потому что Чак считал, что каждый человек на свете – его друг. В школе до того, как стать металлистом, Чак тоже отличался послушностью и прилежанием. Он всегда таскал домой хорошие отметки, играл за сборную младших классов по бейсболу и очень любил футбол, не тот, американский, а к которому мы все привыкли, европейский. Шульдинеры часто выезжали всей семьей на пикники, и Чак это обожал, ему нравились лес и рыбалка, и туризм. Это было семейным призванием, когда семья в 1969-м переехала из Нью-Йорка, они специально выбрали местечко поближе к лесу. Целыми днями Чак пропадал там с друзьями и строил шалаши и домики на деревьях. Он всегда говорил, что у него было счастливое детство, впервые Шульдинер взял в руки гитару, когда ему было 9 лет от роду. Это малоафишируемый факт его биографии, но этому есть одно печальное объяснение, старший брат Чака Фрэнк, Фрэнк, которому тогда было всего 16 лет, погиб, его сбила машина, и Чак сильно переживал потерю. Чтобы отвлечься от горя, Чак решил заняться тем же, что любил его брат, игрой на гитаре. Близкие люди говорили, что это именно та смерть, которая потом стала названием группы Шульдинера. Наверное, вам приходилось видеть, как в американских городках порой семьи вываливают все барахло во двор, цепляют табличку распродажи и сдают ненужный хлам по низким ценам. Так вот на одной из таких распродаж Чак и увидел свою будущую гитару, и мама не могла отказать сыну. Вместе они потом купили ему комбик, и с тех пор Чак, не переставая стал заниматься, играть, придумывать и саморазвиваться. Поначалу родители отвели его на несколько уроков, но они быстро разонравились мальчику, он до всего доходил сам, не выпуская инструмент из рук целыми днями. Эта первая гитара до сих пор хранится в спальне Джейн Шульдинер, единственный инструмент, который мама оставила в память о сыне, остальные гитары, по завещанию Чака, были переданы его племяннику. Спустя шесть лет после покупки инструмента Чак впервые выступил на публике, еще без состава, зато играл с огоньком. Первые музыкальные опыты Шульдинера не были связаны с металлом. Тяжелая музыка пришла в его жизнь чуть позднее, где-то в 1980-м, тогда его захватило первое серьезное хобби, собирание статей о любимых группах. Он крепко завяз на музыке, стал собирать пластинки, а потом гитары и даже старинные скрипки. Тогда Чак еще не сильно подсел на металл и снимал партии Джимми Хендрикса, Джимми Хендрикс, The Doors, и конечно же его любимцев Kiss. Он быстро полюбил их энергичную, сексуальную музыку и часто наигрывал их песни дома. Первой пластинкой Чака стал альбом Destroyer группы, чья популярность тогда была выше всяких границ, Kiss. Этот альбом полностью изменил его жизнь. Эту пластинку Чак получил в подарок на Рождество, чертовски тяжело описать его чувства, но поверьте, он был не просто на седьмом небе от счастья, он почти плакал от радости. Это был мальчик, по уши влюбленный в музыку. Во многом этот альбом укрепил его в стремлении стать музыкантом. Если бы не Kiss, то быть бы Чаку, ветеринаром. Об этом он признался позднее, мол, если бы не музыка, то он бы стал лечить животных. Больше всего Чак любил животных и приготовление пищи, но работа повара для него была лишь домашним развлечением, кормить людей с той же теплотой он вряд ли бы смог, а может заведение Del Taco, о котором вы еще прочитаете ниже, отбило у него всякую охоту, а вот с животными у него получалось очень хорошо. Когда он жил со своей невестой Кэм, они даже завели двух кошек и двух собак. А пока Чак тяжелел, помимо громкой музыки ему нужны были остальные атрибуты и он отрастил себе хаер. Мама к тому времени уже не удивлялась выходкам сына, а реагировала спокойно, ах, вот так. Хорошо, что дальше. Дальше было больше. Однажды, когда Чаку было 13 лет, мама сводила сына на первый в его жизни концерт кис. Можете себе представить, что почувствовал мальчик, побывав на концерте своих богов? Конечно, Джейм все понимала и не дала повода старшим детям подтрунивать над Чаком. Обзывая его маминым сыночком, она спокойно дала сына поколбаситься, а сама постояла в стороне, благо, что такая музыка была ей даже интересна. Когда злой Чак Шульденер, Чак Ирилл Щалденер, был еще совсем юным шкетом, 15 лет от роду, как это принято в американских Соединенных Штатах, уже в то время он вовсю наяривал лихие песни на гитаре. И что не менее логично, проходило это в гараже его матери, где он собирался вместе с двумя своими корешами, Кэмом Лебарни Кэм Ли, владеющим тайной игры на барабанах и Фредерик де Лила, Фредерик де Лиллоу, терзателем гитар, который больше известен музыкальной общественности как Рик Росс, Рик Росс. Встретился, значит, Чак осенью 1983 год с Фредериком и говорит. Отчего это у тебя имя такое не американское, де Лила? Ты сто еврей. И часто Фредди ему отвечает, это чтобы было на гитаре удобнее играть. Понял тут юный шульденер, что не он один в округе умеет струны дергать правильно. А какой гитарист не любит поджимовать с приятелем? И все бы было хорошо, но не в кайф играть металл, если барабанов нет. Тут на выручку пришел Барнили, который уже имел опыт игры на барабанах и тоже любил тяжелятинку. Эти мальчишки тогда еще не знали, что они станут столпами одного из самых значимых металл-жанров. Тогда их не особо волновала всемирная популярность. Главное, музыка. Они были просто наэлектризованным музыкой. Этакая шайка металл-маньяков. Особое впечатление они производили на своих сверстников. Рассказывает Кэмли, это все началось в школе. Я как раз стал врубаться в мрачный металл, Веном, Хэл Хаммер и Маркифал Фейт. Я постоянно таскал альбомы в школу, чтобы показать своим одноклассникам. Меня прикалывало, что они пугались этих пластинок как привидений, потому что они были чертовски мрачные и сатанистские. Вскоре Рик обратил внимание на мои чудачества. Он тогда уже играл в какой-то группе и спросил, не хочу ли я попробовать себя в качестве барабанщика. Так все и началось. Позже на той неделе Рик встретился с Чаком. А что стало с этого момента, это уже история. Вот и решили подростки сколотить группу. А как это обычно принято после создания, обозвать ее каким-нибудь зловещим именем. В результате перебора многих вариантов было выбрано одно, Мантос. Странно, не так ли? Вроде бы где-то уже играли Мантос и Кронос. Эта предшественница Дэс была вполне примитивной, но отличалась от доброй сотни таких же детских банд Америки неимоверно жестоким агрессивным звуком, к тому же весьма грязным, с плавом высочайшей скорости и жуткой тяжести. А ведь парням было всего по 15 лет. И если Чакса товарища мечтал шокировать аудиторию, то без всякого сомнения, он достиг тогда своей цели. Примитивный металл Мантос рождал в Чаке и Кей. Приливы эмоций, их музыка была полна стремлений озадачить слушателей своей бескомпромиссностью. Юношеский задор, множество жестких выпадов, тотальный террор. Все это норма образа жизни подростков, которые пытаются создать свою банду. Но в этот раз получился один из самых жестоких коллективов на земле. Ребят даже не останавливало отсутствие профессионализма, кого это к черту заботит в 15 лет. Чак рассказывал про свои ранние годы, к моменту, когда я организовал свою первую группу. Я играл на гитаре всего 6 или 7 месяцев. Я вообще не мог играть соло элит партии. Моей главной целью было бабахать самые брутальные рифы, с самым брутальным звучанием. Но у меня всегда было стремление стать хорошим гитаристом. Это хорошо, когда у молодых ребят, как один страдающих максимализмом, возникают такие увлечения и стремления к профессионализму. Ведь не секрет, что в мире постоянно появляются команды, которые звучат просто блестяще именно потому, что они молоды, задорны, яростны, азартны. Но этот пыл уходит бесследно и остается только самоплагиат. Отсутствие значимых идей, нетрезвость и деградация. Тогда же, Мантос начинали, не имея даже басиста. Однако это не мешало им постоянно вырабатывать в себе отличные идеи. Чак даже замечал, я помню времечко, когда мы начали играть. Рик, Кэм и я. Мы определенно прошли долгий музыкальный путь с тех пор, но в чем-то кажется, тогда было даже проще. По сути, гениальность в творчестве должна иметь определенную подоплеку, уже в детстве у замечательных музыкантов, поэтов, писателей проявляются определенные наклонности. Так и здесь Чак еще в юном возрасте демонстрировал недюжинный талант и готовность к работе. Это было рождение нового стиля, путь, по которому в те, уже далекие, времена двинулись многие молодые команды в Америке и Европе, по Зест, Морбот Эйнджел, Мессакр, Садас, Олбичуэри, Дарк Эйнджел начинали примерно в то же время. В целом, это время породило целое поколение легендарных коллективов, которые все были еще мальчишками, но очень яростными, напористыми и бесшабашными. Death Metal был абсолютно андеграундным явлением, полностью оторгавшим каноны рок-музыки и потому отвергаемым звукозаписывающими компаниями. Зато эта музыка стала флагом 15-18-летнего поколения изгоев, аутлоз, нашедших в нем убежище от родителей, школы и общества, от непонятной морали и религиозных устоев, от навязываемой поп-культуры. Достаточно почитать интервью известных музыкантов, членов Олбичуэри, Кэннибал Корпс, Морбот Эйнджел и так далее, в которых они рассказывают о школьных годах. Все они как один говорят примерно следующее, никто тогда и не знал о подобной музыке, нас было всего пять человек на всю школу, и мы ни с кем больше не общались, ходили мрачные, страшные. Нарождавшаяся каста дэт-металистов поддерживала себя изо всех сил. Обычным явлением было распространение записей посредством так называемого тейп-трейдинга. Тейп-трейдинг, то есть прямого обмена кассетами весьма дерьмового качества, зато вполне приемлемого для бюджета любого подростка. Вот почему армия смертоносного металла, насчитывавшая в 83-84-м какие-то сотни последователей, постоянно росла. Злой Чак тогда был частью движения, и безусловно, он был одним из лучших. Помимо экстремизма в музыке, дэс-металл привлекал юных слушателей необычной вокальной подачей, гроулингом, скорее похожим на звериный рык, голос из глубины могилы или самой преисподней, а также кровавой апокалиптической лирикой, основанной не только на ужастиках, но и на отрицании христианства. Это стало отличительной чертой стиля на долгие годы, и теперь уже никто не мыслит дэд-металл без этого неотъемлемого атрибута. Шульденер был великолепным вокалистом, его голос просто невозможно было спутать с кем-то еще, и даже сильно изменившись в последние годы, он оставался узнаваемым и предельно экстремальным. Кстати, рычание Чака было хорошо артикулированным в отличие от пения тех же Криса Барнеса, Барни Гринуэя или Дэвида Винсента, так что слова вполне может различить любой маломальски знающий английский. Чак любил вспоминать великолепный хаос тех дней, когда мы собрались, я играл на гитаре не больше шести месяцев. Ха, я даже не знал, как играть соло. Моей задачей было извлечение самых брутальных риффов, но я всегда чувствовал необходимость стать хорошим гитаристом. Хотя на нынешний взгляд та музыка была грубой. Мы знали, что когда-нибудь будем очень музыкальной группой. Конечно, это должно было случиться не в раз, и я старался изо всех сил, чтобы приблизить такой день. Слушая ранее Дэма Мантас, легко заметить схожесть с Веном, в те времена, непререкаемым авторитетом среди металлеров, и Шоу Диннер никогда не отрицал этого влияния. Среди других групп, сформировавших музыкальный стиль юного дес-металлиста, были Kiss и Envil, Merciful Fate и Exciter, Raylan и Hellhammer и недавно появившиеся молодцы, Slayer. Чак не скрывал подобных веяний в своей музыке и сам неоднократно это подтверждал в интервью. Все это, конечно же, влияло на нас и наши ранние работы, которые мне посчастливилось записать. В своем первоначальном составе весной 1984 года Мантас в гараже Мамы Чака, где ребятам разрешено было репетировать записали на четырехдорожечный Panasonic Рика Роза свое первое четырехписанное демо, которое было названо Death by Metal, Смерть от металла. Гаражная демо, записанная даже при отсутствии басиста, пошло в народ летом 1984 год, несмотря на свой андиграундный статус. Эта демо прекрасно подготовила почву для будущих подвигов группы, одну вещь с него можно слышать на дебютнике Death Scream Bloody Gore, Evil Dead. Здесь надо сделать таинственную паузу и с многозначительным видом продолжать. Death by Metal указывается во всех дискографиях и биографиях Death как первая запись, но, это громкое но, поставлено здесь не случайно. Конечно же эта демо стала отправной точкой более-менее профессиональной деятельности группы, но в подробной истории группы должно найтись место для рассказа обо всех записях группы. Так вот, еще до Death by Metal Mantis записали три пленки, это были обычные репетиционные ленты, которые делаются по большей части для того, чтобы посмотреть на Сея со стороны, услышать все недостатки в игре, и допустить корректировки. Первые две ленты даже не получили названия и были услышаны узким кругом друзей-музыкантов, которые иногда навещали их репетиции. Сейчас подобные пленки будет крайне затруднительно найти даже у самих авторов этих творений, так как такие вещи со временем исчезают в запыленных кладовках и мусорных баках. Однако третья репетиционная запись неожиданно получила большое одобрение и была, что называется, пущена в народ. Андеграундный тейп-трейдинг, о котором мы уже упоминали, сыграл здесь свою роль, и постепенно за этой кассетой закрепилось собственное название Emotional, эмоциональный. Сразу же вспоминается ситуация в СССР в те же годы, когда по подпольным звукостудиям ходили кассеты в воскресенье 79, Аквариум 82 и куча самозванцев. Определенной исторической ценностью Emotional обладает еще и потому, что запись была осуществлена полноценным составом, то есть с привлечением бас-гитариста. К сожалению, история славится тем, что на ее одежде полно белых пятен и заплат, а посему назвать вам имя этого героя не представляется возможным. Никто из героев нашего повествования того времени его уже не помнит. Однако, оправдание этому существует. Мантос записали пленку весьма сомнительного качества, с приглашенным ради этого басистом, которого никак нельзя назвать полноценным членом группы. Можно смело утверждать, что мало кто из музыкантов помнит всех сессионщиков, с которыми ему довелось работать. В самом деле, не спрашивать же у Феррен и Лакримоза имена всех музыкантов оркестра, чьи записи они используют. Однако вернемся к первой студийной работе группы. На доморощенной обложке Death by Metal красовалось изображение Чака, Кэма и Рика на фоне знака, предупреждающего опасно, высокое напряжение. Первыми четырьмя песнями группы, которые донесли миру, что такое Мантос, стали вещи с весьма претенциозными и впечатляющими названиями. Legion of Doom, Legion of Doom, Mantis, Mantis, Power of Darkness, Власть Тьмы, Evil Dead, Злой Мертвец и Death by Metal, Смерть от Металла. Death by Metal стал очень хорошей работой, пусть и не спродюсированной в профессиональной студии, но много лучше того музыкального шита, который можно услышать на всевозможных репетиционных записях сотен подающих надежды команд. А оно представило всем Мантос, которые были самыми очевидными претендентами на американский Death Престол, который в то время удерживала команда из Сан-Франциско Позест. Справедливости ради надо отметить, что Позест всегда носили на себе сильный отпечаток трэша и не были чисто Death металлической группой. Однако признание группы претендентами на трон и тому подобное, никоим образом не помогало Мантос справиться с бедой всех начинающих музыкантов, отсутствием раскрутки. Они не были блэкстерами и не жили в Эйчар-лиге, так что концерты, а тем более контракты, без долгих мытарств им не светили. Даже в родном Орландо их все еще не принимали всерьез ни местные клубы, ни музыканты. Местная ситуация была, черт побери, почти невозможной, вспоминал позднее Шульдинер. Куча людей смотрели на нас свысока. Мы насмотрелись немало дерьма на местной сцене. Все группы из Орландо думали, что мы полное дерьмо. В нашем саунде тогда было немного нойза, но все равно мы рубили брутальный Death Metal, и это было слишком сложно понять людям. Кроме того, место бас-гитариста постоянно оставалось вакантным, и это создавало определенные трудности. На этом месте пробовалось много парней, но все они не задерживались долго и пропадали в неизвестность. Так, фанзинера из The Dead из далекой Германии читаем. Мантус распались, чтобы собраться вновь, с найденным, наконец, басистом Дейвом Теттом, Дейв Тетт, под названием Death. Заметка вышла в конце 1984 года и была несколько преждевременной. Чак все никак не мог отыскать подходящего ему по духу и по образу мысли музыканта, чтобы окончательно сформировать состав. Как бы то ни было, куча проблем не могла воспрепятствовать желанию отчаянных парней почувствовать себя королями сцены. И группа впервые выступила 1 августа 1984 года. Это шоу произвело фурор среди местных металл-фэнов. Однако единичный успех не мог остановить то, что было неизбежным. Тучи сгущались. Отсутствие в тот момент широкой аудитории, местной поддержки, особенно внутренние неразбериха в группе предрешили судьбу Мантус. Еще тогда Чак пришел к выводу, я решил, что пришло время собрать новую команду и назвать ее Дэс. А через некоторое время Мантус не стала. Последние концерты группы, пара сентябрьских выступлений во Флориде и Тампе были зафиксированы на кассетах и стали конечным пунктом истории Мантус. Однако время не стоит на месте, как и растущие потребности возмужавших и удовлетворивших свои первые потребности юношей. Чак не намерен был сдаваться и после неудачи с первым проектом всерьез задумался о переезде в Тампу или в Калифорнию. По его замыслам это могло бы улучшить шансы на сохранение в группе стабильного состава и получение необходимой раскрутки. Однако через несколько недель Шульдинер мирится с Кэмом и Риком, и они собираются снова, приняв во внимание доводы Чака. Так в том героическом 1984 году группа по сути меняет свое имя на то, под которым ей было суждено войти в историю и стать нарицательной, Дэс. Надо заметить, что Чак не был доволен своими коллегами, о чем он позже заявил в ТВ-шоу Мэтал Мэня, «К сожалению, я был вынужден воссоединиться со старыми членами группы». Но в стремлении продолжать сочинение музыки, которая была бы быстрее и тяжелее, чем все, что он делал до этого, Шульдинер считался современными неудобствами. Первым актом новой группы стало переиздание своей серьезной записи, так и недополненной басовыми париями, Дэс Бай Мэтал. На этот раз кассета носила черно-белую обложку, украшенную черепами и перевернутым крестом. Кроме того, на новом варианте вместо песни Мантус звучало зомби, зомби. Слушая первые творения Мантус и Дэс можно заметить, что Кэм и Чак поют наперебой. Чак вокализирует на Power of Darkness, а на Beyond the Unholy Grave, которая выйдет на первом диске Дэс, оба соревнуются в рыке и воплях. В интервью журналу Guitar School Чак отмечает это, Кэм тяготился пением, поэтому я взял обязанности вокалиста на себя. Поначалу я пытался петь нормальным голосом, но это не соответствовало нашей музыке. И тогда я сделал вокал брутальным, более похожим на крик или скрежет. К тому времени парни сконцентрировались в большем роде на записи множества демо и репетиционных лент, которые потом ходили в андеграундных кругах, среди торговцев фанзинами и кассетами. Состав Чак, Рик, Кэм отыграл всего лишь несколько концертов, но они того стоили. Ребята выступали обляпанные кровью, в черном гриме и производили жуткое впечатление. Вот что вспоминают о тех временах члены андеграунда. Демо Дэс Байм Этл тогда нашло свой путь в руки вокалиста Хвайракс Катона Де Пен и Катон Де Пена. Катон вспоминает, как встретился с Чаком, это было еще на заре Тейк Трюйдинга, где-то в 1984-м, Чак был очень молод, но уже тогда давал знать, что скоро он станет элитным членом металл андеграунда. Он очень любил экстремальную музыку и врубался в Хвайракс. У него были все наши ранее демо и репетиционки, и он частенько писал нам письма. Чак тогда послал нам свои репетиционные записи, потому что ему было важно услышать наше мнение о своей группе. Они уже тогда были очень крутые, без разговоров. Мы обнадежили его этим и убедили продолжить записывать кассеты. Всем, кто любит Дес, надо разыскать записи Мантос. У меня есть любимые демо и записи Мантос среди них на самом верху, потому что это просто ох. Но круто. Две гитары, барабаны и без баса. Просто полный ярости металл. Известный американский журналист и биограф Дес Бори Вайкергин, Бори Вайкерджин, вспоминает как впервые услышал о Мантос, тогда был концерт в Нью-Йорке, где выступали Металлика, Энтрекс, Рэйвен, это был август 1984. Я увидел их флайер. Его показали мне два парня, Марк Конрад, Марк Конрад и Джон Гросс, Джон Гроус. Они тогда делали зингилотин во Флориде. Так вот они приехали в Нью-Йорк на шоу Металлика, флайер выглядел интересно, и там была одна фраза типа «самые тяжелые» или «самые больные», которая немедленно захватила мое внимание. Я написал по адресу, вложил денежки за кассету и через некоторое время получил ответ от Чака с копией Де Мамантос Дес Бай Метал. Сейчас многие жалуются, что с уходом конвертов и флайеров дух анди-граунда утрачен. Что ж, вы сами можете видеть, как оно раньше было. Творческий порыв клокотал в душах бравых американских музыкантов, и к октябрю 1984 году они уже нарулили свое легендарное демо «Рейн оф террор. Царство террора». Записанное за пять часов в подсобке музыкального магазина, где находилось музыкальное оборудование, демо обошлось парням в 80 зеленых рублей и не было даже смикшировано из-за недостатка времени. Этим можно объяснить кучу недостатков в звучании, например, бочки кэма звучат громче, чем рабочий барабан. И еще все равно кассета с шестью песнями хорошо продавалась и была услышана многими, а ДЭС приобрели статус одной из самых брутальных групп во Флориде. Мы стали гораздо тяжелее после возвращения группы, это не подается объяснению, утверждал Шульдинер накануне записи демо. 30 октября 1984 года ДЭС наконец-то получили возможность показать свою тяжесть и мощь во всей красе. В этот день они выступили в Рубиэс Пап-городка Брэндом, штат Флорида. Сейчас это называют презентацией альбома, а тогда они просто стояли перед выступлением в фойе и толкали свои кассеты. В тот день Чакуса товарища предстояло играть с местными героями из Тампы, знаменитыми Насте Сывочи, это не осталось незамеченным в подполье. ДЭС начинает регулярно концертировать, 9 и 20 ноября в том же клубе ребята дают концерты, которые потом расходятся среди местных поклонников бутлигерства. А под самый новый год, 30 декабря, уже известные нам Джон и Марк из гилотин записывают выступления ДЭС, оформляют и продают как официальный концертник. Обложка была выполнена в традиционном, мрачном духе, гилотина, вулканы и смерть с косой. Ее нарисовал барабанщик Кэмли по просьбе издателей журнала. Эта запись, кстати, фиксирует последнее выступление в составе группы гитариста Рика Роза, который после этого концерта ушел из группы. Уход коллеги не сильно опечалил Чака, потому что он в это время находился под впечатлением от постепенно приходящего успеха. Еще бы, группу стали приглашать на концерты, ее заметили в андиграунде, приходили письма и отзывы о кассетах, шоу проходят с большим успехом. Только что выпущенный концертник тоже был весьма удачен. Мы собираемся положить. И краткая на наше демо, Рейн оф террор, потому что оно полное. Не по сравнению с нашим живым шоу. Все это слова Чака в то время. Три месяца спустя, 9 марта, неугомонный Чак получил прекрасную возможность записать второе нормальное студийное демо. Им стала пленка Infernal Death, Адская смерть. В работе над этим альбомом принимали участие только два музыканта, Чак и Кэм, и это стало одной из последних лент, где Дэс предстает в неполном составе. На кассете было запечатлено три композиции Арчейнджел, Архангел, Бобтайз Тым Блад, окрещенные в крови, и Инфернал Дэс, причем две последние были позже переделаны Чаком для первого студийного полноформатника. В поисках звучания, которое отражало бы энергию недовольства молодого поколения, Дэс развивалась как группа, построенная на выразительном, индивидуалистическом представлении мира. Это мироощущение никогда не покидало группу, хотя Дэс старательно экспериментировали с различными музыкальными формами. В них присутствовало искреннее отношение к тому, что они делают, и творческие порывы, что отличало их от других групп, воспевающих бессмысленное зверство или рисующих хаотичные образы воспаленного воображения, следуя за новомодными тенденциями и причудами. В то время как другие группы повторяли в своих песнях одни и те же коммерчески успешные темы о быстрых машинах и свободной любви, игнорируя болезненные вопросы бытия, лирика Дэс охватила темную сторону жизни. Хотя Инфернал Дэс стал последней записью ребят в своем изначальном, даже немного урезанном, составе, записи и после этого не прекращались. Дэс продолжали записывать репетиционные ленты, но для репетиции нужен состав. Тут-то Чак М. отыскал ничиганского горячего парня, который живет на крыше и играет в «Дженосайд» Скотта Карлсона, Скотт Карлсон. Скотт послал нам пленку со своим джемом, и я понял, что он потрясный парень, Киллз. Высторгается Чак. Со временем Скотту понравились девушки на пляжах Флориды и чтобы быть к ним поближе, он перебрался на южное побережье насовсем. Чтобы было не скучно ехать, он прихватил с собой гитариста Мэтта Олива. Мэтта Ли Волв из той же группы «Дженосайд», который некоторое время заменял Роза. «Дженосайд» был обычной группкой из маленького городка Флинт, Флинт, откуда Скотт и Мэтт переехали в Альтамонте Спрингс в мае 1985 год, чуть-чуть опоздав к дню рождения Шульдинера. Под вывеской «Дженосайд» Карлсон и Оливы потрясали окрестности высокой энергетикой и скоростными рифами. Скотт рассказывает, что послал Чаку копию своего демо, это было дерьмовое гаражное репетиционное демо, прямо как аналогичные пленки ДЭС, я читал о них в гиллотин-магазин и мне показалось, что они весьма близки нам по духу, поэтому я, закрыв журнальчик, послал им нашу кассету со словами, что мы просто обязаны дружить. Результаты известны, слияние «Дженосайд» и «Дэс» объясняется простой логикой, у мичиганских ребят была готова концепция игры, но не было барабанщика и второго гитариста, а в те времена было принято играть в двух гитары. Чак и Кэм же были тоже не без идей, но им не хватало басиста и гитариста. Так что слияние двух групп было делом времени, Мэтт и Скотт упаковали чемоданы и отправились во Флориду. Через 24 часа они уже стояли на пороге дома Шульдинера. Вместе ребята на некоторое время остаются полнокровной концертной группой, и казалось, что все будет нормально. «Мы репетировали в гараже у Чака, там стояла жуткая жара, но нам все равно было кайфово от общения и нашей музыки», — вспоминает Скотт. «Жара действительно стояла адская, около 40 градусов, да к тому же высокая влажность. Но ребятам нравилось, главное, что было весело, хоть иногда и приходилось дуть воду литрами». Северным парням из Мичигана приходилось особенно тяжело. Репетиции шли полным ходом. Новые члены группы влились в состав быстро и безболезненно. Они уже знали все песни по демо-материалам и были фанатами Мантос и Дэс, Мэтт. Новый гитарный партинг Чака заставил его откопать песни, которые уже вроде бы ушли в небытье, как например «Curse of the Priest» или «Legion of Doom». Вроде бы небосклон был чист. Но вскоре барабанщик Кэмли уходит по личным проблемам из группы, оставив остальных трех членов коллектива без ударника. Скотт Карлсон вспоминает этот момент, «Поначалу мы были просто на седьмом небе от счастья. Мы с Мэттом нашли настоящих друзей в лице Чака и Джона и Марка из Гиллотин. Однако Кэм не мог играть в группе. Мы были так молоды и наивны, что видели в нем только трусы и позера. Мы тогда как раз очень злились на него, но все же в целом я понимаю его положение, почему он ушел. Сейчас у меня нет плохих слов в его адрес». Тогда группа была впервые в сильном составе, парни много веселились, без конца болтали о Дэд Металле. Чак помыкался в поисках замены несколько месяцев, но никого не нашел и продолжил упорно работать. Он до беспамятства любил свою группу и эту музыку. Чтобы позволить себе инструменты, он пошел работать в ресторан Fast Food Del Taco. Его работники должны были носить форму, к которой прилагались маленькие шапочки. Свою богатую шевелюру Чак сбивал в клубок на макушке и напяливал на него эту чертову шапочку. Мэтт со Скоттом жутко прикалывались с друга, поскольку у того по бокам постоянно выскакивали пряди, похожие на пейсы. Хотя Чак ненавидел свою работу, готовить он умел и любил. С возрастом он стал понимать толк в хорошей еде, и близкий круг гостей, которым доводилось делить с ним стол в его дуна, отзывались весьма лестно о его таланте шеф-повара. Основным его пристрастием было барбекю и острая пища. Я бы даже привел один из его любимых рецептов с забавным названием «Злой перец Чака Чака С Ивил Чили». Да боюсь, что не всем по зубам отыскать те приправы, с которыми этот перец готовится. Тем временем от лейблов пока что предложений не поступало. Скотт разговаривал с людьми из Combat Records и получил ответ «Сделайте демо и получите контракт». Он с Мэттом отправился на аллею, где часто зависал Кэм, чтобы упросить его вернуться, но он был категорически против. Парни были в замешательстве. Мы были не в своей тарелке, нам некуда было двигаться дальше. Мы не нашли ничего лучше и решили вернуться домой. Вот так Скотт и Мэтт, увидев, что грандиозные шоу и длинные ноги поклонницы не светят, свалили обратно в Мичиган. Чак остался совсем один с обескураживающей задачей – найти новый состав. Кто знает, что могло случиться с Шулдинером дальше, если бы не помощь родителей. Родители всегда поддерживали Чака в его увлечении, говорит Мэтт Олива. Они и тогда не оставили его подыхать с этим долбанным Death Metal. Так, Скотт, приехав в новый город, жил в доме Шулдинеров. Джейн – это просто ангел. Она готовила нам ужин. Она была одна из самых крутых мам, которых я когда-либо видел. Папа тоже не лаптем щи хлебал. Он был классным, хоть и совсем не одобрял чересчур агрессивную музыку, которую играл его сын. Прим, АВТ. Родители никогда не давили на сына, разве что говорили ему вынести мусор, но когда дело касалось будущего Чака, они никогда в это не вмешивались. Именно мать, которая впоследствии не раз сыграет важную роль в жизни Death, сказала Чаку о том, что ребята решили покинуть группу, сделав это по их просьбе. Он пожелал нам удачи, а мы ему. После ухода последних соратников, Чак оккупировал телефон. Он тогда был в хороших отношениях с Котоном и Хвайракс и решил прощупать западное побережье. Момент прощания с прошлым выглядит очень трогательно. Скотт с Мэттом снаряжали машину, когда Чак вышел из дома. Он подошел к ребятам и пожелал им всего наилучшего. После чего все дружески обнялись, запаковали чемоданы и отправились выпить по последнему пиву вместе. Ребята сидели недолго, перед прощанием тяжело было найти радостную тему для длинного разговора и пили, вспоминая недолгие, но радостные дни, проведенные вместе. После этого ребята вышли из бара, Карлсон и Алива сели в машину и покинули Чака с одной мыслью, что нас ждет впереди. В сентябре 1985 году на творческом пути Чака встало государство. Нет, не спешите думать, что в 80-х в цивилизованных США тоже существовали такие достижения отечественной мысли, как литовки, комсомол, политпросвещение и конкурс достижений советской молодежи «А ну-ка парни», весьма точно именуемый на Украине гей-хлопца. Просто дело в том, что Чак решил реализовать свои старые замыслы, покинуть родную Флориду и переехать через всю территорию государства в Сан-Франциско, где он мог бы продолжать свою карьеру. Многие зададутся вопросом, как же этот Чак, которому было тогда 18 лет, решил вопросы с образованием. А очень просто, закончив среднюю школу, он поступил в высшую, начал учиться, но быстро понял, что это для него слишком, и в обычной-то школе была скука смертная, а в начальной школе делать было совершенно нечего. Он просто бросил учиться. Родители были сильно против и не только потому, что любые родители, как правило, раздражены, если их сын бросает учебу, а еще и потому, что они оба по профессии были учителями и это в некотором роде был удар по их профессиональному самолюбию. Единственное, что нравилось Чаку в школе, это куча свободного времени, уроки естествознания, ему очень нравились все эти эксперименты, микроскопы и вся научная жизнь, да небольшая компания друзей, с которыми они время от времени выпивали да выкуривали травку. В солнечном калифорнийском городе Сан-Франциско Чак быстро скооперировался с барабанщиком Эриком Брехтом, Эрик Брект, из знаменитого хардкорового коллектива D.R.I., зарезервировав в составе место для басиста, которого тоже звали Эрик, парни заиграли музыку на невероятных скоростях. Было накатано репетиционное демо из синих песен, разящих с быстротой молнии. В кругах фанатов пленка получила название Back From The Dead, назад из могилы. К сожалению, в Сан-Франциско Чак звезд с неба не хватал и их выступления, разящие неистовой яростью, не пользовались особым признанием. Два концерта были записаны и циркулировали среди трейдеров из печально известного заведения Рути Эссен. Но опыт Сан-Франциско не прошел зья, именно в этот период Чак открывает для себя собственный музыкальный стиль. В это время Чак переосмысливает свой метод игры и концентрируется на создании скоростных и одновременно хорошо запоминаемых мелодий. Только пройдя калифорнийскую школу, возможно хардкор Брехта также сыграл свою роль, Чаку стало понятно, что в рамках такой скоростной разновидности металла совершенно нет места для эксперимента. На заре возникновения трэш-дэдсцены эта позиция была не единичной, но довольно редкой. Чак бросил все и уже в декабре вернулся во Флориду. Опять без группы. Этот переворот объясняется просто, у Чака и его друзей была идея создать самую быструю и самую тяжелую группу в мире, обычное для юношей решение. Чак быстро устал от этого, мотивируя подобные перемены тем, что такая музыка быстро перестает удивлять. Тогда он дошел до мысли, что лучшее, что он умеет, это играть супер тяжелые риффы на разных скоростях, но всегда концентрируясь на убивающей жестокости больше, чем на скорости. Покрутившись дома пару недель, он получил звонок из Торонто, крутая дэтовая группа слота за несколько недель до этого засела в студию для записи своего дебютника, Стропада. Им требовался хороший гитарист и, получив предложение занять место в группе, расстроенной неудачами прошлого года, в январе 1986 Шульденер отправляется в Канаду. И чеченаются репетиции. Репетиции это хорошо, и хотя Матурюни Чак чувствовал себя спокойнее, играя в настоящей группе, но надо признать, у него был сложный характер. Он быстро понял, что плясать под чужую дудку он не сможет, ему нужен был свой собственный проект и он должен преследовать только свои цели. Не прошло и месяца, как он вернулся во Флориду и начал все сначала. Анди-граундная пресса была очень удивлена, это невероятно. Злой Чак только что, в начале января, присоединившись к слота, уже покидает их, в том же самом месяце. Официальное заявление от членов группы гласит, что малыш Чаки покинул группу, так как не был ей предом. Много позже, в 2001 году басист группы Терри Седлер, Терри Седла, объяснил, что поспешный отъезд Чака из Торонто происходил не совсем так, он жил в подвале дома моих родителей со мной некоторое время, и предки не были довольны. Когда они разузнали, что творится у них под носом, они чуть не выгнали меня вместе с ним из дома. Я думаю, Чак подслушал нашу перебранку из-за его и уехал. У нас не было никакой неприязни, но друзья Чака стали говорить, что он уехал потому, что был слишком хорош для нас. Мы знаем, что на самом деле Чак так не думал, но слухи понеслись, и отношения стали натянутыми. Сейчас мы уже не дети, чтобы поливать друг друга грязью. Ситуация для Чака была тяжелой, наверное, он был слишком привычен к гостеприимству своей замечательной мамы. Он расстроен и звонит перед отъездом своему другу Мэтте Алива. Привет, это Чак, привет. Это какой-то кошмар. Я полностью обескуражен, мне приходится жить за чужой счет, я не вижу никаких перспектив, к тому же ситуация здесь накаляется. Все, что ты делал к коту под хвост, точно, я просто хочу, к черту, уехать скорее из этого Торонто. Потом Чак скажет, что это было несложно, осознать, что он совершил большую-большую ошибку. Всего две недели, и Чак уехал. Чак не терял зря времени и снова поехал на запад. В Сан-Франциско он, используя старые связи, попытался собрать новый состав. Первым в списке значился старшеклассник одной из школ городка Конкорд, Канкот, Калифорния. Крис Райферт, Крис Райферт. Тогда ему было 16 лет, но он уже успел поиграть на барабанах в ряде местных металл-групп, из которых самой известной была, пожалуй, Биорн Тофейн, до этого был еще недолговечный коллектив «Гилотин», от которого даже остались репетиционные записи, но ни одного судейного демо. Это все имело место где-то в 1983-1984. А ведь Крису в 1983-м было всего 14 лет. Райферт признает, что тогда он был юным неофитом и преклонялся перед Дэс, я покупал по почте кассеты у самих музыкантов, например, Дэс Лив 84. Был такой неплохой магазинчик в Сан-Франциско, который торговал всяким андеграундом, склеп звукозаписи, Рекорд Волт. Они частенько выставляли разные бутлиги и демо-материалы. Я купил три из четвертых демо Дэс в этой лавке. Стоит отметить сплоченность тогдашнего американского андеграунда. Крис вышел на Чака практически без всякой рекламы. Райферт узнал, что Чак ищет музыкантов для группы и очень обрадовался Шансу. Один его друг сказал, что Шульденер собирается послать рекламное сообщение на местное радио и дал телефон Чака. Так что ролик не успели прокрутить, как необходимость в барабанщике отпала. Яростная молотилова Криса создавала прекрасный фон для стремительного вихря гитар Чака. Это можно услышать на двух репетиционных кассетах, записанных в конце марта, 1986 год. Кроме того, там можно услышать едкий голос юного барабанщика. Все это с весьма неплохим, чистым звуком и весьма качественнее предыдущих работ подобного плана. Это немаловажно, так как именно Крис с Чаком являются отправной точкой для улучшения саунда Дес. Очень неплохо картину тех лет описывает Чако Редмер, чайка Редмер, тогда молодая панк и металл-фанатка. Она повстречалась с Чаком около известного нам Рути Эссен. Я была в тот день жутко измотана, даже с трудом держалась на ногах. Помню, он стоял и стены внутри. Я врубилась прямо в этого парня и почти сбила его с ног. Я не знала, кто он, но он помог мне, особенно когда увидел, что я неважно себя чувствую. Я еще сказала ему тогда, я сейчас проблююсь. Он был очень любезен и помог мне выйти на воздух, где меня и вырвало в цветочную катку. Со стороны незнакомца это было весьма мило, не говоря уже о том, насколько это ошеломило меня. Он был абсолютный джентльмен. Самое смешное было, что когда он стал представляться, он дал мне визитную карточку Дэсс с косой в логотипе, телефонным номером и слоганом Корпс Грайндинг Мэталл, трупный безумный металл. Это было очень клево, обходительно. Потом мы стали перезваниваться, и я познакомилась с Крисом Райфертом. Чак тогда остановился там недалеко, в Антиохии Энтеак, и много времени проводил с Крисом. Они тогда репетировали в доме Райферта, в Конкорде, а я частенько заходила и смотрела. Они делали чумовые каверы и писали смешные песни. Никогда не забуду, какой Чак тогда был смешной. Он был чокнутый и с каким-то невероятным, больным чувством юмора. Он постоянно сыпал разными сальными штучками, вроде «Ну ты понял, жезл коней». Или «Ну что, всосало, продукт Анава». Это было славное времечко, никакой ответственности, только вечеринки до утра и постоянная ржачка. Обидно, что Чак потом уехал во Флориду, но с Крисом мы остались в хороших отношениях и даже встречались около семи лет. В апреле Чак и Крис быстро вышли на объявление Combat Records о том, что они заинтересованы в посеках новых музыкантов и прослушивании профессиональных демо-материалов. Ради контракта два друга решили сделать новую пленку. Старые не то, что не подходили для этого. Они были просто ужасны по качеству. Они нашли маленькую студию в Lafayette, Lafayette. И вылизали звук так, что им даже и не снилось. Новая кассета, на которой было запечатлено три песни, получила название Mutilation – Увичья. Интенсивная сверхскоростная музыка в купе с утробным вокалом, барабанные бласты, взрывающие перепонки, брутальные рифы и навороченные соло – все это стало торговой маркой группы и получило развитие на этой пленке. Бас был сыгран Бернардом, да, Бернард Долл из Фанзена Metal Forces, он вспоминал, что это было лучшей записью группы на тот момент. И относительно звучания, и относительно материала. Самая лучшая запись Чака к тому времени быстро обошла металлические круги и несчастные воротилы шоу-бизнеса из комбо-то сами попали в свои сети. Они так зафанатели от сверхугарной музыки Шульдинера, что вскоре не могли не проставиться на запись первой пластинки группы – «Скрим Блади Горх безудержная кровавая резня». Дэс подписали долгожданный пятиальбомный контракт. Это была победа. Чаку было 19 лет, и он наконец-то стал пожинать плоды своих титанических усилий, он получил то, к чему стремился со времен Мантос. Вот так ты попал на лейбу. Все в этом мире крутится вокруг тебя и земля у твоих ног. Или же нужно еще много работать. Чак прекрасно понимал, что второй ответ правильный и что как профессиональный металл-гитарист он только начинает. Первый альбом должен был стать серьезной вехой в творчестве. Чак начал ваять пластинку, которую про себя назвал «Зомби-ритуал». «Ритуал-зомби» кое-как промелькнул на страницах «Метал Форсис», благодаря другу Бернарду и остановился на мысли, что «Скрим Блади Горх» как нельзя лучше подходит для названия первого альбома. Летом 1986-го Чак и Крис летят назад во Флориду, тот и Чако рыдала. Полные мечтаний о своем первом диске. Во Флориде Дэс записали первую версию альбома, которую незамедлительно выкинули на помойку. Потом ребята признаются, что тогда они все еще были подростками в сознании и делали глупости направо и налево. Первым делом парни засели в студию, прикинув, что они вполне могут сделать здесь хороший звук. Это был один из первых глупых шагов. Название этой студии никто уже и не вспомнит. Они записали ритм партии, послали их лейблу и руководство ужаснулось, черт, что за жопа. А тут же списала этот вариант. Неизбежно было возвращение в Калифорнию. В Лос-Анджелесе все начали сначала, была выбрана студия Hollywood S Music Grinder Studio, и дело пошло. Вернувшись в Сан-Франциско, Крис и Чак подружились с одной трэш-бандой Садас, особенно с их басистом. В то время у парней из ДЭС было демо Садас, и эта музыка была им по душе. Через лейбл они получили телефон калифорнийского гитариста и вокалиста Дарина Трэвиса. Чак и Крис были в таком восторге, касательно музыки Садас. Да еще и так недалеко, что парни решили встретиться. Антиохии и Конкорд. Города соседи. Поэтому однажды в доме Стива Ди Джорджия, а именно он был басистом той группы, раздался звонок. Привет, это мы, парни из группы ДЭС из Конкорда. Мы откопали ваше демо. Вы как, не прочь отвиснуть на пару? Так металлисты из Садас сорвались и отправились к дому Криса. Там дверь им открыл Чак. Дальше рассказывает Ди Джорджия. Он был примерно наших лет. Мы тогда только-только закончили школу. Так что у нас было полно свободного времени и мы не знали, как его убить. Мы околачивались у них и много общались с Чаком. Мы спрашивали откуда его музыканты, а он отвечал, что они вот-вот закончат школу. А мы такие школу. Ни хрена себе. Да они еще пацаны. Он наиграл нам свое демо мутилейшн. А мы ни хрена себе. Невероятно, но они так брутальны. С ним тогда был только Крис и мы поражались, как же, черт подери, эти два перца могут так звучать. Потом все музыканты прошли в комнату Криса и расселись вдоль стены. Чак играл на гитаре просто через один комбик и пел через микрофон, воткнутый в другой. Крис рубил на барабанах, и они отыграли немало песен. Ребята из сада сторчали и думали, что для двух мальчишек они слишком брутальны. Тогда они практически ни с кем не контактировали. А тут видели пару ребят, которые занимались примерно тем же. И они решили теперь тусоваться вместе, пить пиво, развлекаться, иногда выбираться лазать по горам. Иногда джимовали вместе, это выглядело весьма забавно, молодые парни, без денег, без толковых инструментов вдруг встречают друзей, еще моложе и еще агрессивнее. Как вы наверное можете себе представить, молодые люди обычно легко сходятся на почве интересов. Так, у барабанщика садас, Джона Аллена, Джон Аллен, тогда была хлипкая кухня, а у Криса, отличнейший набор тома. Понятно, что у Джона снесло крышу и Райферт стал его первым товарищем. Однако у Криса были проблемы с помещением, часто репетировать у себя дома он не мог. Зато садас обладали отличной базой. В общем, мало-помалу, контуры свойностного времяпрепровождения вырисовались, парни из Антиохии позволяли Чаку и Крису вдоволь репетировать в своих апартаментах, за что одалживали у Райферта его чудесную установку. Так как парни делили репетиционную площадку, Стив Ди Джорджа постепенно разучил многие песни Дэс и помогал им на басу. Иногда они вместе устраивали двойные джемы. Ди Джорджа описывает это так. Иногда на двойных сессиях, мы начинали с сета садас, потом Крис и Чак делали сбивку и подключались к нам, затем парни из садас замирали, смотрели на наши Рубиловы и снова включались. После жаркой музыкальной битвы, бруталисты охлаждали свои разгоряченные тела в бассейне Дарева. Так прошло несколько месяцев. Все это время парни по сути были одной группой, и связующим звеном у них был Стив. Дэс до сих пор не имели нормального басиста, даже на примете рядом никого не оказалось. Тем временем, подходило время записи. Чак и Крис вместе с продюсером Рэнди Бёрнсом. Рэнди Бёрнс, проводят несколько дней записывая альбом, после чего музыканты разъехались по домам, а Рэнди занялся микшированием. Работа шла напряженная и стремительная, однако нельзя сказать, что запись была сделана спустя рукава. Напротив, Чак был очень доволен работой, о чем неоднократно упоминал в интервью. Во многом это была заслуга и Рэнди, который, по словам Чака, сделал отличный продукт, хотя финальный миг смог бы выйти и получше, ритм гитара звучит немного тихо. Однако это вполне недурный результат, принимая во внимание стремительный срок записи, всего пять дней. В то время как Бёрнс карпел над пленками, музыканты Дэс встретились с гитаристом по имени Джон Хэнд, Джон Хэнд. Он им понравился. И было принято решение взять его в группу. К тому времени, как подошло время готовить оригинал макета обложки, парень так притерся к составе, что его фото даже попало на конверт диска. Но Джон недолго оставался в группе, новый материал оказался ему не по зубам, и парню пришлось покинуть коллектив. В сущности, он даже не записал ни одной ноты с группой и являлся мимолетным следом в ее истории, как, скажем, Лойд Гранд для Металлика. Перед выходом в скрим Блади Гор ребята хотели дать большой концерт всей компании, Дэс, Садас и Дезекрейшн, где играл Крис Райферт. Благо людей теперь хватало. Однако эта затея не удалась, Чак вернулся во Флориду. Действительно, кое-что питало тоску Шульдинера по родине. Он рассказывал, что когда он в конце 1985-го приехал в Калифорнию, сцена там процветала, было много концертов, клубов, стабильная поддержка фанатов. Но, к сожалению, с годами клубы стали закрываться, а интерес – вырождаться. Чак понял, что здесь уже каши не сваришь, и вернулся во Флориду. Он приглашал и Криса поехать с собой, но тот отказался. Так металлические братья распрощались, а все теплые пожелания своему верному соратнику Шульдинер поместить на обложку своего второго альбома, вышедший вскоре после этого, в мае 1987-го, диск «Скрин Блади Гор» произвел настоящую сенсацию. Такую, что даже гром среди ясного неба показался бы обычными буднями. Это, безусловно, классика стиля на все времена, он стал первым в истории релизом в стиле дес-метал. Это один из образцов бессмертной музыки, которая никогда не теряет своих поклонников, актуальности и своего очарования. Чаку Шульдинеру принадлежит заслуга не только за процесс становления американской трэш-эдэс-сцены, но и за продвижение этой сцены за пределы Америки, тогда как прежние попытки сделать это терпели неудачу. Уверенность отдельных критиков, что металл, недостойная музыка или разновидность искусства, неравнозначное печатному слову, или мнение подобных авторов, что в частности тяжелый металл вне всех других форм современной музыки, по меньшей мере спорно. Если уж на то пошло, металл, примитивное искусство в той же степени, насколько Лавкрафт, игнорируемый в академической среде автор. Общая нить между Шульдинером, Дес и Лавкрафтом, отсутствие меркантильности в их позиции, их внутренние побудительные мотивы к творчеству. Первый студийный альбом группы сразу же подобно Шторму поразил металлический андерграунд. Даже по Зест не добивались такой тяжести, хотя их Seven Churches, Семь Дзерквей, тоже нередко называют первый альбом в стиле дэт металл. Скрим Блади Гор представил слушателям рычащий вокал Шульдинера, который, будучи несколько монотонным, варьировался от высокого до низкого тона, наряду со скоростными гармоническими минорными гитарными соло и темпами от медленного до демонически агрессивного. Вы только задумайтесь, когда в стране эпохи одобримся один коллектив, знакомивший население с достижениями мировой хэри-металлургии за последние пять лет, за океаном находились люди, способные своими оригинальными идеями творить. Издательские права на пластинку поделили между собой компании Combat, лицензия в США, и Music for Nations, Европа. Чак был удивлен феноменальной активностью фанатов, особенно из Германии, и даже близко не подходил к образу рок-стар. Разумеется, в своих интервью он тепло благодарил своих поклонников, ведь если бы не они, мы бы не достигли всего этого. С первой же песни Infernal Death на слушателя обрушиваются мотивы протеста молодых людей против общества, против лицемерия, царящего в мире. Скрим Владегор стал не столько публичной декларацией ей взглядов и принципов, но скорее наполненным ужасом путешествием, вроде того, которое читатели совершают, беря в руки мистическую билетристику или взирая на экран кинотеатра, стремясь уйти от рутинности существования. Действительно, лирика на скрим Владегор часто напоминает отдельные моменты прямо из Night of the Living Death, и Чич живых мертвецов, поставленного Джоном Руссо и Джорджем Ромеро по сценарию Руссо, или Don of the Dead, рассвет мертвецов Ромеро. Фактически Шульдинер использовал некоторые итальянские фильмы ужасов, Дария Арджента, Умберто Ленци и творение Лючье Фульчи в качестве вдохновения для лирики Скрим Блади Гор, Регваджет Адгатс, вывернутые Эйча изнанку кишки, аккуратно перефразирует The Gates of Hell, Врата Ада, Фульчи, Зомби Ритуал. Ритуал Зомби, определенно подразумевает, что Шульдинер написал ее после просмотра Зомби, Зомби Бионд Зе Анхоли Грейв, по ту сторону жуткой могилы, явно написано под влиянием Зе Бионд, потусторонний мир. Эти фильмы уподобляют людей зомбированным трупом, бродящим вокруг подобных себе автоматов с запрограммированной целью, и Дэс, протестуя против подобного положения вещей, предложили спасение от монотонности в металлической музыке. Шульдинер взял итальянский фильм Make Them Die Slowly, Заставьте их медленно подыхать, или Cannibal Ferex, в качестве прототипа для Turn to Pieces, изорванной в клочья, песни, которая эффектно показывает историю цивилизованных людей, храняших каннибализм в своей исторической памяти. А основой для титульной песни стала культовая лента Reanimator, Reanimator. В целом текстовая основа Дэс, хоть и построена на подростковом заигрывании с великим злом, выглядит не так, как сатиричные сатанинские тексты Веном или Хелл Хаммер. С сатаной же сам Шульдинер вообще предпочитал не заигрывать, вся сатанинская лирика Дэс была написана кэмомли и имела место лишь на первых демо-работах. Касательно музыки, зубодробильные цепляющие риффы стали основой легко запоминающихся мелодий. Фаны ни за что не забудут как выглядят ритуал зомби или отрицание жизни на слух, зомби-ритуал, Denial of Life. Это теперь уже бессмертная классика. Вне всякого сомнения, первый альбом Дэс произвел настоящую революцию в музыкальном жанре дэс-металла. Многие группы в разное время пытались копировать уникальный звук группы или подражать их манере, но не так-то легко справиться с этой задачей. Эйч Ельзи не признать, что Дэс, вместе со своими коллегами по флоридской сцене дэд-металла, такими как Ол Бичуэри, Экс Ксакашонер Эйсест, Экс Эр, Эй, Ви, Эй, Джи, И. Садас, сформировали выдающийся пример для начавшего развиваться дэс-металл. В следующем, 1988, году Крис Райферт уходит из группы, не согласившись на переезд, и впоследствии находит свое призвание в известнейшей брутально-детовой формации от Апси, Чак, как это и положено в таких случаях, не стал унывать, а отправился на поиск новых членов. Теперь его ничто не могло остановить, так как он понимал, что Дэс, это он. Вернемся сейчас к эго-старым орландовским приятелям, Кэму и Розу. Как известно, они сформировали свою группу Мессакар, но два человека для концертной дэтовой банды, это не дело. Поэтому, парни набрали в коллектив басмана Терри Баттлера, Терри Бутлер, и хозяина барабанной кухни Билла Эндреса, Билл Эндрес. Когда Кэмли ушел из Мессакар, ребята на время заскучали, потеряв креативный элемент, но вскоре на пороге их комнаты для репетиций появился злобарь Чак и сманил всех в Дэс, боеспособный состав был готов, а Терри Баттлер стал первым постоянным басистом группы. В таком составе ребята стали гастролировать в то время, дав ряд удачных выступлений. Особенно они отличились на знаменитом Милвейке Мэттл Фест. В течение своего удачного тура по клубам группа представила ряд прекрасных номеров, легших впоследствии в основу новой пластинки Дэс, Борн Дэд, Опен Каскет Пулл Зе Плак. Почуя в силы, Чак продолжил процесс творения новых песен, который окончился созданием очередного цикла песен, именуемого в народе альбомом. Это была проказа, Лепроси, 1988, величайший альбом, кусок суперметалла, альбом, который многим известен как лучшие творёры Чия Дэс, что касается лирики, то здесь Лепроси совершил крутой поворот в сторону циничного исследования загнившего американского общества. В музыкальном плане альбом был ещё одним шагом вперёд. Заглавный трек альбома, Лепроси, основан на событиях фильма Джона Карпентера «Туман», в котором рассказывается о лепрозории, колонии людей, больных проказой. Борн Дэд, рождённые мёртвыми, живописует ужасы нищих людей, которые обречены на выживание и постоянную животную грызню за корочку хлеба. Ещё один хит, Open Casket, Чак посвятил своему брату. Но, пожалуй, самой большой популярностью стала пользоваться песней Pull the Plagg, щёлкни выключателем. Особенно она была по вкусу тем слушателям, которым довелось присутствовать на концертных выступлениях Дэс, она стала настоящей жемчужиной диско, как музыкально, так и с точки зрения текста. Чак охотно объяснял её смысл, представьте, что вы подключены к системе жизнеобеспечения, но имеете полное право умереть. Кроме всего прочего, Pull the Plagg была очень мелодичной, может даже слишком мелодичной. Для раннего Death Metal, наверное, она и явилась прообразом того металла, к которому Шоудинер стремился всю жизнь. Лепреси ознаменовался более отполированным звуком, выкованным в гарнилах Морресаунд Студио с города Тампа, студии, легендарнее которой может быть, пожалуй, только Абби Роуд. Кроме того, Лепреси отличался гораздо большей продуманностью материала и композиторским ростом. Он гораздо мощнее и компактнее своего предшественника. Это был огромный шаг вперед не только для Death Metal, но и самого музыканта, становившегося настоящим мастером гитары и вокала. Чак зрел и как поэт, наряду с обычной хоррор-тематикой, в его песнях появились ростки собственной философии, основанной пусть и на очень небольшом жизненном опыте. На следующем альбоме тексты будут еще более жизненными, обещал тогда лидер Death. Интересный факт, когда тексты писались на темы ужасов и триллеров, а сатанизм не просачивался в лирику никоим образом, на логотипе Death красовался перевернутый крест. Это странная тенденция, наблюдаемая во многих группах, после записи альбома начинается жуткое брожение умов. Вот и Death вскоре после выхода своего второго альбома вновь пришлось перетряхивать состав. В начале 1989 года они начали большое европейское турне. По возвращении группы в родные штаты Рик Росс во второй раз ушел из группы, теперь, правда, не по своей воле, его выдворили. По словам Шульдинера, он был глупый, ленивый и слишком много занимался копированием Кэрри Кинга из Слэйр. В некотором роде уход Роза стал даже удачей для Death, сначала на концертах некоторое время группе помогал Пол Масвидал, Пол Масвидал. После него на вакантное место возле гитарного комбика был завербован другой высококлассный гитарист, которым стал великий и ужасный Джеймс Мёрфи, Джеймс Мёрфи, известный по своим выступлениям в Testament, Hello, SF, Agent Steel. Джеймс исполнил все гитарные партии на следующем альбоме Death, который увидел свет и своих будущих поклонников в 1990 году. Combat Records, потирая руки и подсчитывая будущее Барыши, выложили на музыкальный рынок металлическую жемчужину, Spirichol Healing, Духовное исцеление. Для многих этот альбом стал тем самым альбомом, фаны полюбили его крепко-накрепко и вы до сих пор можете встретить это название в списках «Мои любимые альбомы». Появившийся в группе гитарист не только помог Шульдинеру как ритмач, он, как и Чак, был сторонником мелодической основы в музыке. И это заметно уже с первого трека Spirichol Healing. Более того, на тот момент Шульдинер, наряду с Треем Азактотом из Morbid Angel, являлся самым техничным и виртуозным гитаристом, он стал героем Death Metal, его лидером и живой легендой, на которую равнялись все молодые музыканты, выбравшие этот нелегкий жанр. Музыкально диск был выполнен с невероятным техническим уровнем, особенно что касается гитар. По признаниям многих людей на Spirichol Healing группа, можно сказать, достигла вершины своего мастерства, как в музыкальном, так и в техническом плане. Этот альбом показал слушателям, что Death останутся верными своему стилю, и что музыканты становятся большими профессионалами. HMAL сделали для оттачивания звука и Mori Sound Studio, где впервые с группой стал работать знаменитый продюсер Скотт Бернс, Скотт Бернс. Теперь уже ясно, каждый новый диск Death будет на порядок выше предыдущего по качеству материала и его воплощению. Отлично спродюсированный, технически совершенный, интеллигентный и изысканный, попробуйте совместить эти слова с Death Metal обычной группы. Spirichol Healing разрушал все стереотипы этого жанра, доказывая Death Metal и голая брутальность, не одно и то же. Сейчас-то мы знаем, именно Death вдохновило появление таких техничных составов, как ACES, Cynic и опыт творчества, которых ныне называют Progressive Death Metal. Но все дело в том, что первым детовым прогрессистом был Чак Шульдинер. Я стал практиковаться с гитарой все больше и больше, пока не понял, что для продвижения этой группы вперед нам необходимо чистейшее звучание, где-то даже сухое, но открытое и направленное прямо в лицо слушателю. Ритмическая основа нашей музыки тем временем стала очень сложной. Ну а чтобы понять, насколько мелодичен альбом, достаточно послушать хотя бы соло в треке Low Life «Паршивая жизнь». Выпускам этого диска Death еще раз показали всему миру, что они могут быть очень серьезными в лирике. Если Leprosis совершил поворот в сторону исследования общества, то Spirichol Healing углубился в эту тематику еще более плотно. Однако публика, полагая, что Death играют обычную брутальную музыку, не пыталась понять тексты Шульдинера, которые заглядывали глубоко в суть лицемерия Америки среднего класса, когда люди поступают негуманно каждый день. Living Monstrosity «Врожденное уродство» открывает альбом рассказом о беременных женщинах, потребляющих кокаин, и дети которых имеют врожденное уродство. Spirichol Healing – песня, которая в значительной степени открывает глаза на представление человечества о смерти, происходящей с древнейших времен под влиянием религии. В то время как Was in the Mind, в здравом уме, обращен к творческому потенциалу индивидуума, треки Defensive Personalities, скрытые личности, и Low Life исследуют дефекты человеческой психики, тему которую Death рассматривают и анализируют довольно часто. Low Life, в частности, рассказывает о людях, пользующихся своим преимуществом перед другими. После выхода альбома в прессе, среди журналистов, музыкантов и публики получили распространение необоснованные слухи и предположения о распаде группы. Вполне вероятно, что причиной этих слухов стали очередные изменения состава. Во-первых, сразу после выхода диско забрал свою гитару из группы Джеймс Мерфи. Его уход в Уолби Чуэри сразу после замечательной работы на новом альбоме стал для многих загадкой. Во-вторых, извечные проблемы всплыли вновь в туре в поддержку этого альбома. Группа должна была отправиться на европейские гастроли вместе с Криэйтор в декабре 1990-го. Они и поехали, только без своего лидера, без Чака. Лидер Десс утверждал, что не может поехать на гастроли по состоянию здоровья и требовал отмены турне. По другой версии он просто был недоволен условиями тура. В ответ остальные члены коллектива проигнорировали его заявление, обозвав диктатором, умчались за океан потрясать европейских хэдбэнгеров. Этот опрометчивый шаг стал последним для Билла и Терри в составе Десс. Деры в составе были залатаны Уолтером Триером, Уолтер Трая, который из Блади Корпсис приволок с собой шестиструнный инструмент и сообщил, что умеет на нем играть, а также Луисом Корресолезом, Луис Корресолез, который кроме своего горла ничего не принес, но тем не менее помогал своими воплями команде. Кстати, Луис помимо горлодерства неслабо практиковался в барабанном деле. Это продолжалось недолго. К вящему неудовольствию Шульдинера концерты проходили с небывалым аншлагом и, в конец разобиженный, он подал на мятежников в суд. Юристы всего мира, от Вануату до Свазилэнда, признали правоту Чака и оставили название группы за ним. Ребята, оставшись без названия, подались на новые места. Терри Билла взяли под свое крыло Рикросс и Кэмли, чтобы вновь запустить Мессакр, в то время как Джеймс продолжил свою успешную карьеру в таких группах, как Олбичуэри, Десинкорнате и Тестамент. В 1991, находясь в центре слухов в металлическом мире, Чак набирает самый сильный состав Дес, и чье оценимую помощь на ниве металлического искусства ему на этот раз оказали уже знакомы нам гитарист-циник Пол Масвидел из флоридской прогресси в Дес-формации «Синик», ударник Шон Райнерд, Шон Райнерд, и старый партнер из Садас, Басила Стива Ди Джорджа. Эти трое довели музыкальную технику Дес до немыслимых высот, получалось даже лучше, чем на спиричуал Хиллинг. Видя, как у них хорошо получается сочинять башню срывающий металл, ребята решили поделиться своими разработками с поклонниками их музыки и с успехом выпустили на Relativity Records свой четвертый альбом, Human, Человек. Техника Масвидела была очень близка к стилю игры Чака, и поэтому тандем гитар звучит на этом диске просто потрясающе. Мнения вновь разделились, с одной стороны этот альбом полностью реабилитировал Шоль Денера в глазах тех металистов, чьей истинной страстью была непосредственно музыка, а не образы и тексты, с другой стороны послышались вопли о безвкусице и пресности содержания. Как бы то ни было, выпуск Human стал свидетельством того, что ДЭС оккупировали собственную высокую позицию среди новой порослей бетовых групп на Металлическом Олимпе. Сам Шуль Денер заявляет, для меня это намного больше, чем просто запись, это манифест, это месть. Примечательный факт, идею песни Suicide Machine, машина самоубийств, Чак объяснял следующим образом, один врач в Америке изобрел машину, которая умерщвляет безнадежно больных людей. Я считаю это изобретение гениальным. Когда кто-то серьезно болен и не желает жить, мы должны дать ему выбор между смертью и постоянными страданиями. Весьма актуальный трек в свете последних споров о законности эвтаназии. Human появился на свет, когда целый шквал американских и европейских ДЭС металлических альбомов наводнил рынок. И еще ДЭС еще раз доказали, что отцы-основатели тоже могут быть новаторами. В 1991 году два релиза являлись ведущими среди наиболее прогрессивных в тяжелом металле, Human Death и Testimony Ancient Pestilence, в это же время возрожденные Мессакерсли, Баттлером. Эндрю и Роззам записали свой первый альбом, озаглавленный From Beyond, который и рядом не валялся с аранжировками и разнообразием Human. Для любителей прогрессивного металла Human обязателен к прослушиванию, он показывает, где достигли вершин основоположники тяжелой музыки. Хотя мы тут и наговорили о сверхновороченности и суперпрогрессивности Human для своего времени, все же он остается в рамках формулы Death Metal. Чак неоднократно заявлял о том, что именно так видит ДЭД. Столь же некоммерческим, какими они были всегда, ДЭС пришлось пойти на компромисс с самими собой и сделать видео lack of comprehension, и чьи достаток понимания. Зрители HitBunger S-Ball на MTV настроились было на спокойный просмотр, усыпленные ясным и чистым вступлением lack of comprehension. Но 30 секундами позже на их уши обрушился мощный тяжелый саунд Death, клип собрал все недовольные голоса, какие только металлические музыканты могли бы получить от авторитетных фигур, родителей, преподавателей, священников и тому подобное. Принимающих музыку за козла отпущение для собственной вины перед молодыми людьми, жизни которых подвергаются опасностям и потерям. Эйчо для противоположной стороны баррикад это видео неслабо потрясло воздух, получив огромное признание фэнов со всего света. Эйчо Много позже, в 1992 году, вышел компиляционный диск Fate, Судьба, с неслабой нарезкой великого материала с уже вышедших альбомов. А во время тура Human в группе снова засветились новые члены, сначала на басу подыгрывал Скотт Каррина, Скотт Карриноу, а потом его заменил Пол Спекман, Пол Спекман. В 1993-м Death снова творит историю на металлической сцене, выпуская очередной киллер-альбом Individual Thought Patterns, примеры индивидуального мышления. В записи нового шедевра предшествовал набор новых музыкантов в состав. Во-первых, терроризировать драм сопринялся Джим Хаглан, Джим Хаглан, из прекрасной, но незаслужимно забытой американской трэш-легенды Dark Angel, пожалуй, лучшим драмер, который когда-либо был у Death. Во-вторых, лидер гитару взял на свое попечение человек, которого нет смысла представлять тем, кто хоть как-то знаком с миром металла, Энди Ла Роук, Энди Ла Роук, великий гитарист из King Diamond, и в-третьих, снова Стив Ди Джорджио пощипывал и подергивал басовые струны. Альбом показал, что Шоу Динер собирается продолжать свои эксперименты, хотя и с другим составом. Похоже, будто парень натаскивал и без того неплохих музыкантов, давая им мощнейший заряд творческой плазмы на будущее и отправляя в самостоятельное плавание. Вот и пришедшие Энди и Джим были не последними музыкантами в Death. Я надеюсь, Individual Thought Patterns поднимет металл на более высокую ступень. Лично я не вижу для себя никаких границ. Одновременно с этим утверждением Чак заявил журналу Guitar School в 93-м, когда-нибудь я соберу более мелодичную и прямолинейную хэви-металл-группу с вокалистом вроде Роба Холфорда и Лидио. Меж тем, новый альбом был еще богаче аранжировочный и сложнее структурно, нежели два его предшественника, а лирика полностью ушла от крови и ужасов, переключившись на проблемы бытия, волновавшие ее создателя. Примерно в то же время, Синник выпускает свой второй, и последний альбом Focus, отдающий энергии и динамизмом и охватывающий широкий спектр от Neaprogressive и Fusion до сложных металл-композиций. Однако Шульдинер не ударил в грязь лицом со своим Individual Thought Patterns и составил достойную конкуренцию не только Focus у циников, но и всем другим дискам, претендующим на первое место, среди прогрессивных металлических альбомов. Вместе с Individual Thought Patterns вышло и второе видео, The Philosopher, Philosoph. Эта песня глубоко копнула сферу общественного мнения, управляемого средствами массовой информации и показала, как заблуждаются люди, думающие, что знают все. Individual Thought Patterns стал уже пятым релизом Dess на независимом звукозаписывающем лейбле Relativity Records. И как выяснилось, последним. Каждый выходящий до этого альбом значительно отличался от предыдущего. Но все они были с характерным стилем, который могли создать только Dess. И вот, в 1995 Relativity Records становится историей, а Dess подписывает контракт с известной в тяжелой среде компанией Roadrunner Records. К этому времени парни уже имели в замыслах новый диск. Как это повелось у Dess, новый альбом нельзя было выпускать без смены кадрового состава. Диджорджа и Ларок ушли, оставив Хаглана наедине с Чаком. Побарабанив вместе пару дней, ребята пошли на биржу металлического труда, где и выбрали двух прекрасных новых членов Келли Колона, Келли Колон на басу и Бобби Коэлбла, Бобби Коэлбен, на гитаре. Выйдя из здания биржи, бригада металлистов обнаружила, что, как это ни странно, на дворе уже 1995 год, журналисты стали меньше освещать такой известный жанр музыки, как тяжелый металл, появившиеся в Сиэтле всякие депрессивные и веселые грандж и псевдопанк-группы полностью предали протестную идеологию панка 70-х, перестали на небосклоне загораться рок-звезды. Почесав волосатые головы, кореша пришли к выводу, что те, кто предполагал, что металл мертв только потому, что на MTV перестали показывать хит-банджер S-Ball, а Ванесса Ворвик ушла сниматься в порно-фильмах, или включать истинные металлические команды в свой плейлист, или потому, что прекратила свое существование, первая настоящая рок- и металл-радиостанция NAC, были погружены в невежество. Металл существовал и развивался в среде андерграунда, на небольших малоизвестных лейблах в 1994 году увидели свет диски отцов прогрессивного металла Fates Warning Inside Out и наполненный мрачными эмоциями третий альбом техасского дум-металл-проекта Salatut Aeternus Through The Darkest Tower, а армия подземельных труб лекеров росла и крепла. Возрадовавшись тому, что есть еще металлисты в американских селениях, DESS реализуют имевшиеся в загашнике задумки и в мае 1995 года на Roadrunner Records выпускают символик, символичный. Альбом поднял DESS на невиданные до тех пор высоты, хотя реальную значимость диска оценили лишь спустя годы. Более медленный и тягучий, очень тяжелый и плотный по звуку, переполненный эмоциями обнаженной и ранимой души, он блистал высокотехничными изгибами инструментальных партий и неимоверно сложными рифами. Слова же, которые Чак подобрал в качестве текстов песен, вызывали дрожь своей гениальной простотой и мудростью, помнишь времена, когда все казалось вечным, герои были героями, а их слава застывала во времени. А характеризовать символик может и вот такой отзыв от фаната, для меня все началось в 1995, когда я купил альбом символик. Я получил первое впечатление о Дет Металле, это было для меня в новинку. И все, что я знал из прослушивания, это то, что это был чистой воды талант с безупречным качеством. Даже по сей день, я думаю, это до сих пор колбасит. Действительно, талантливость Чака была заметна на каждом альбоме, и символик, к счастью, не стал исключением. Это помогает записанным шедеврам оставаться в стороне от забвения, постоянно радуя новых поклонников и уже нюхавших порох у фанатов. Возможно, это был самый прогрессивный альбом, когда-либо созданный сознанием Чака. Спустя восемь лет после свое появление на сцене и выпустив шесть альбомов, без не сбавили темпа. Симбалик, еще один удар по тем, кто считает тяжелый металл беспечной музыкой. Лирика альбома касается широкого спектра тем, от потерянной невинности до утраты конфиденциальности во все более и более механизированном мире. Without Judgment, без правосудия, сардонически глумится над лицом судебной системы, а Crystal Mountain, Хрустальная гора, еще раз направляет острие критики на слепую религиозную веру. Peniel Quest, Вечные поиски, является доказательством творческой состоятельности артиста Чака Шульдинера, который по-настоящему верит в свою музыку, Death Metal. Все это доказывает, что вопреки общественному мнению, Death, это искусство. На фоне сиэтовского звука, поглотившего музыкальный эфир и провозгласившего падение металла и пришествия неопанка, Симбалик был глотком незагрязненного воздуха и незагаженной воды. То был шедевр. Восемь лет и пять альбомов за плечами со времен Scream Bloody Gore, а он еще жив полон энергии и желания разрушать барьеры. Но с выпуском диска группа оказалась без контракта и надежд на его получение. Шулдинер, в этой ситуации, выбрал единственно возможный для него путь, приостановить деятельность Death и сосредоточить усилия на проекте, о котором давно мечтал, Control Denied. Это было время, когда слухи вокруг основной группы поутихли. Прошло некоторое время и в 1996 году из Стана Дэс появились новые вести, было объявлено, что Чак решил сформировать другую группу. Названную Control Denied, где он просто играет на гитарах. Множество людей интересовались, означает ли это конец основной группы, ведь в том же году помодневший Roadrunner разорвал контракт с группой. Конечно же они были не правы, Nuclear Blast подобрали талантов под свое крылышко и подписали с ними контракт в мае 1998 года. В июле состоялось очередное появление группы на Milwaukee Metal Fest. Это было очень важным событием, ведь последний студийный альбом «Симбалик» вышел в 1995 году, а затем целых три года фэн и Дэс довольствовались лишь противоречивыми слухами, да редкими концертами. И вот теперь, после столь длительного ожидания, на немецком лейбле Nuclear Blast выходит новый диск, результат длительной и кропотливой работы Чака Иса. Первый альбом для немцев был издан 24 августа 1998 года. После некоторых переговоров с новой компанией, Nuclear Blast, Дэс записали новый альбом, озаглавленный The Sound of the Perseverance, звук упорства. Диск был записан, как это принято у Дэс, с новыми членами в команде. Свежую кровь составили гитарист из команды Metal Storm Shannon Ham, Shannon Ham, который еще до этого играл в Control Denied, и ударник, но не стахановец, Ричард Кристи, Ричард Кристи, которого можно было заметить в группах Акерон, Спасти Кинг, Burning Insight. Басистам на этот раз подвязался Скотт Клендинен, Скотт Клендинен. 56 минут упорства показывает нам более зрелую группу. В глаза и в уши сразу бросается потрясающая техничность и профессионализм всех без исключения музыкантов, а также великолепное качество продюсирования альбома. Еще бы, ведь этим занимался Джим Моррис. По сравнению с символик песни стали длиннее и разнообразнее, а вокал Чака стал чуть повыше и поспокойнее. Однако, это все тот же старый добрый Дэс. Еще старый и добрый демонстрирует нам маленький сюрприз, кавер-версию, единственную за всю историю группы, официально выпущенную на номерном альбоме, боевика Джудас Прист, Пайнкиллер, Болеутолитель, где Шульдинер впервые в своем творчестве решил посоревноваться с самим Робом Хейлфордом и другими соловьями в высоком пении. Похвальное, надо сказать, стремление, вот только говорить о том, насколько удалась у него эта попытка в негативном тоне не хотелось бы, пусть каждый решает сам для себя. Однако песня стала звучать гораздо тяжелее экстремальнее оригинала. Нельзя сказать, что этот диск намного виртуознее и разнообразнее альбомов первой половины 90-х, скорее он развивает заложенные в них идеи, развивает до полного умопомрачения, сочетая скорость Human, богатство звуковой палитры Individuals of Patterns и душевную красоту символик. На него, несомненно, оказало влияние то, чем занимался Чак после 1995-го, то есть более традиционный хейли-металл, осложненный прогрессивными структурами. The Sound of Perseverance оглушал слушателей тяжелой яростью, чего стоит одна с Кевенджи of Human Sorrow, Копающийся в человеческом горе, и уже привычной безгрешностью игры. Как всегда с ДЭС здесь были и сюрпризы, например, очень душевная инструменталка Voice of the Soul, сочетающая акустический ритм с электрическим соло. Но что поражало больше всего, так это голос Шульди Нера, он приобрел новую тембральность, стал гораздо выше и теперь напоминал голос раненой птицы, из-за чего его хозяин подверг Силарине вопросов о любви к блэковой манере пения. Это связано с тем состоянием, в котором сейчас пребывают мои голосовые связки. Я счастлив, что получается петь хотя бы так после всех этих лет. Смеется. А если серьезно, то еще в 95-м мне говорили, о, ты стал петь по-другому. Но я не делал этого нарочно. Я там, куда привело меня мое горло, подписав контракт с Nuclear Blast. Группа окончательно получила признание в Европе. Эйчевый полноформатник был записан в том же духе, что и лучшие работы Дэз, что не могло не радовать фэнов. Релиз был поддержан туром вместе с восходящими звездами Hammerfall, что некоторым образом символизировало связь поколений. Сам Чак практически никогда не слушает Дэд Металл, зато он является большим поклонником настоящего хэви. У нас был великолепный тур с Hammerfall. И мы немного расшевелили народ. Это были настоящие металл-концерты, никакого дерьма типа хип-хап металла, говорит Шульдинер. С момента подписания контракта Nuclear Blast проявляли просто-таки поразительное внимание к группе, они были просто великолепны. Nuclear Blast — это все, что мне нужно от звукозаписывающей компании, говорил Шульдинер. Лейбл давал команде хорошую раскрутку и оказал огромную помощь самому Чаку в трудные времена. Во время работы над последним альбомом Шульдинер еще не знал, насколько близок к краю пропасти, за которым небытье. В песне A Moment of Clarity, момент истины, есть такие слова, жизнь так похожа на тайну, в ней также много вопросов, ответов на которые не найти. Кто скажет нам, что делать дальше, кто приоткроет завесу будущего? Чак и не догадывался, как тонка завеса, отделявшая его от печального грядущего. The Sound of The Pure Seren стал последним альбомом Без, после его выхода Чак полностью сконцентрировался на работе над материалом для Control Denied, это может показаться странным, но Чак считал именно Control Denied главным проектом его карьеры на тот день. Дэс, это отдельный проект. И он пока подождет. Это слова Шульдинера после выхода The Fragile Art of Existence, хрупкое искусство существования. Стив Ди Джорджа, который в очередной раз предложил Чаку свои басовые экзорсисы, вообще отзывался так о сложившейся ситуации. Дэс мертв, а Control Denied жив. Для меня название не имеет значения, главное играть вместе с моими музыкальными братьями. Чак отдал свой микрофон, вот и вся разница. В последние годы Шульдинера бесило, когда его называли крестным отцом Death Metal. Это просто металл, черт возьми. Говорил Чак. Но только с проектом Control Denied, идею которого Шульдинер вынашивал годами, ему удалось поиграть почти чистый хэйли-метал. Дэс уже давно стала для него смирительной рубашкой, из которой он вырос. Вот такой отзыв удалось отыскать мне о том периоде его жизни. И чьи сомненно, что, проиграв столько лет в Death, создав множество шедевров и завоевав любовь поклонников тяжелой музыки во всем мире, создание новой группы неизменно выливалось в многочисленные сравнения с Death, многие считали, и не без основания, звучание обеих групп очень похожим, только с мелодичным вокалом в Control Denied. Действительно, Чак не скрывал никогда, что ему не нравилась собственная манера пения в Death, но в то же время он понимал, что другого вокалиста в группе никогда не будет. Поэтому и сменилась вывеска у команды, но только вывеска стиль сохранился на все сто. Еще бы стиль не сохранился, все парни в новой группе прошли свое музыкальное крещение под знаменами Death, все, кроме вокалиста Тима Эймара, Тим Аймар. И чадо сказать, что парень чертовски хорошо справился с задачей. Музыкальные братья вообще неплохо поработали, убийственный вокал и прежние тяжелые рифы, это то, что так любят металлеры всего мира. И чадо сказать, что концепция группы Control Denied сложилась еще в 1996 году с выходом альбома Death Symbolic. Шульденер искал воплощение своего таланта в более мелодичной музыке с чистым вокалом, но характерной для Death ритмичностью, интенсивностью и глубиной звучания. Вообще-то это неблагодарное занятие, попытка жалкими словами описать богатство музыкальной палитры, поэтому, как говорится, лучше один раз услышать, чем сто раз прочитать. Исходный состав группы включал уже известных вам Deathmen'ов. Шенона Хэма, Ричарда Кристи, Скотта Клинденина, старых друзей Чака, и только одного новичка, Тима Эймара из спецбургской команды Primal Scream. Он был призван, чтобы стать вокалистом «Я никогда не воспринимал себя как вокалиста», — говорил Чак. «Я всегда хотел только играть на гитаре. Петь в Death мне пришлось по необходимости. Кроме того, в группе должен был играть и Дэн Уоррл, Дэн Варрер, из Nevermore, но он оказался слишком занят. В марте 1999 вся эта кампания засела в Ордена Трудового Красного Знамени студию имени Джима Морриса, который и продюсировал запись. Репетиции материала шли с начала года в домашней студии Чака, а после месяца кропотливого студийного труда, в апреле, The Fragile Art of Existence был записан. К концу записи Клин Денин ушел из группы. А на замену ему встал неугомонный выручатель и большой друг Чака. Ну конечно же Стив Ди Джорджа. Весь мир в ожидании релиза, вот он планируется к сентябрю. Нет, дата переносится на 19 октября. Ах, вот она волшебная сила искусства, The Fragile Art. Встречаются на ура фанаты, утомленные ожиданием, радуются и беснуются, по итогам опроса журнала Metal Man X альбом занимает первое место. The Fragile Art. Самая чистая форма гитарного волшебства, которая только может существовать на Земле. Это насыщенная взрывоопасная амальгама бодрости, чувства и мощности на основе интеллигентного классического металла. Это Дез доведенный до совершенства, как вам такие отзывы, по-моему впечатляющие. Первый, и пока единственный, альбом Control Denied The Fragile Art of Existence раскрыл миру то, о чем Чак мечтал с 93-го года. Кристальный звук, переполненный личными переживаниями песни, одновременно понятный и удобоваримый для гораздо более широкой аудитории, нежели апологеты Дез Метал. Этому способствовал и чистый голос Эймара и визуально более легкий текстурный саунд. В наследство от Death Control Denied получила сверхинтенсивность, сложность, какие здесь навороченные рифы, и прогрессивность, The Fragile Art гораздо более артовый, чем любой альбом Judas Priest и Iron Maiden. Неизменным оставалось одно, высококлассная, экстраординарная, некоммерческая музыка. Музыка, которую стали называть металлом Шульдинера, Шалдинер Метал. Как известно, жизнь полоса черная, полоса белая, а история Death, череда взлетов и падений. И вот, когда результат новой работы Шульдинера отмечает новый взлет в карьере Чака, он говорит следующее, обычно, после новой записи, мы собираемся и отмечаем это дело. И чё в этот раз все по-другому? К концу нашего просиживания в студии я начал ощущать некоторую боль в области шеи, которую я определил как сдавленный нерв или потянутая мышца. Закончив запись я проконсультировался с врачом, после чего прошел сеансы у массажного терапевта и акупунктуриста, Крэр, врач, практикующий иглоукалывание, которые посоветовали мне пройти ЯРН, Крэр, ядерно-магнитный резонанс, специальный тип рентгена, используемый для получения детальной картины нерва и мозговой ткани. Что ж, я был прав насчет передавленного нерва, только к сожалению это было вызвано опухолью ствола мозга. Сейчас я на четвертой неделе радиотерапии, обследуюсь некоторыми лучшими врачами в этой области. Я также не падаю духом благодаря необъятной поддержке со стороны семьи и друзей, что является большой частью моего прохождения через это. Понятно, что попытаться выразить это в обычных словах, невероятно сложно, но я хочу сказать вот что, это расширяющийся опыт ума, тела и души. Лечение прошло хорошо и использование этого типа излучения позволяет делать хорошие прогнозы. Кое-чему я научился за свои 14 лет в мире музыки, терпению, и теперь время для дальнейшего освоения искусства терпения на моем пути выздоровления. Вот так мир потрясла страшная новость. Чак Шульдинер тяжело болен, у него опухоль мозга и ему требуется операция. Лидеру культовой группы ДЭС только что исполнился 31 год. Людям обычно не свойственно думать, что с тобой случится нечто подобное, обычно такие вещи для нас, это только буквы в журналах или картинки в телевизоре. Чак был шокирован узнав диагноз незадолго до своего дня рождения. Он обошел несколько врачей и когда понял, что же произошло, то жизнь показалась ему кошмаром. Главное не впадать в депрессию, говорит старина Шульдинер. И чечинаешь гораздо шире смотреть на жизнь, с другой стороны подходишь к вопросам. Больше концентрируешься на себе самом, а не зависишь от доктора, ожидая улучшений. Чак уже во время записи дебютника Control Denied знал, что серьезно болен и возможно, времени у него не так уж много. Возможно, поэтому и название альбома было столь символичным. А в одноименной песне есть такие слова, у меня нет времени на жалость в себе, мне некогда думать о том, что могло бы быть, теперь у меня есть только настоящее. Дальше, больше, если б мне платили за каждое разочарование, я б давно разбогател, но настоящее счастье, в искренности и правде, вот за них я буду драться. Может тогда мне и откроется истина, велиф, верь. На вопрос журнала Metal Man X относительно лирики Чак ответил следующее. Эти слова нужны мне не для того, чтобы перевернуть музыку и не для того, чтобы повысить популярность. Они нужны мне, чтобы выжить. Жизнь, такая хрупкая штука. Что же случилось? Ствол мозга, это то место, где головной мозг переходит в спинной. Здесь расположены важные центры нервной системы, например, дыхание и сердцебиение. Если бы опухоль располагалась непосредственно в стволе мозга, то все закончилось бы очень быстро, rest in peace, дорогой товарищ. Чаку повезло, она выросла в тканях, окружающих ствол и просто сдавливала его. Однако при этом она была классифицирована как злокачественная. Врачи в таких случаях ставят диагноз, канцер, рак. Чаку угрожали две вещи. При росте опухоль начинает занимать лишний объем и повышать внутри черепное давление. Эйча начинается нарушение функций головного мозга в целом, а проявляется это вначале мощными головными болями и рвотой. Другая опасность – метастазы распространения в другие отделы мозга. При этом последствия зависят от локализации метастазы, например, при поражении височной доли человек слепнет. Есть три способа лечения – вырезать опухоль, облучить с помощью рентгена или подавить ее рост цитостатиками, специальными химиопрепаратами. Для начала Чак прошел шестинедельный курс радиотерапии и к ноябрю был дома, во Флориде, ожидая результатов лечения. Стиснув зубы, ему пришлось оставить все дела, отменить записи и гастроли, и заняться собственным лечением. Облучение – это вовсе не безвредная штука, и самые легкие его последствия – это непрекращающаяся тошнота, слабость, головокружение и выпадение волос. А Чак переносил все это целых шесть недель. Пройдя лучевую терапию, Чак уехал из Хью Йорка домой во Флориду. Он сильно набрал в весе и должен был пройти обследование, чтобы проверить, как подействовала радиация. Докторы говорили, что довольны результатами лечения, да и сам Чак был в бодром расположении духа, он снова сочинял музыку. Эй Чадо отдать ему должное, он действительно не сломался, хотя его жизнь резко изменилась. Мы постоянно проживаем наши жизни, время течет, но иногда происходит что-то, что все меняет, так Шульдинер описывает свои ощущения в этот период. Думаешь о каждой мелочи и о будущем в целом, люди сближаются в необычной манере, и мы видим их необычные черты характера. Ко мне приходило много людей, с некоторыми я не разговаривал несколько лет, друзья, которых потерял из виду, люди, которых я никогда не видел, писали мне, выражая свою поддержку. Эй Чи, которые письма меня очень тронули. Если во всей этой истории было что-то хорошее, то это пример сближения людей, которые всячески поддерживают тебя. Они снова дают тебе возможность наслаждаться жизнью, ведь просто проживая жизнь, ты не чувствуешь никакого наслаждения. Однако остается повисшим в воздухе риторический вопрос. Так зачем людям нужна беда, чтобы найти в себе свои лучшие качества? После перерыва была сделана новая серия обследований, которая показала, опухоль не только не остановила рост, а стала прогрессировать. Стало очевидным, нужно немедленное хирургическое лечение. В проведении операции Чаку Шульдинеру было отказано, так как операция была признана нецелесообразным. Эй Чи одна страховая компания не станет оплачивать дорогостоящие операции для безнадежных пациентов. Проще подождать, пока он сам тихо погибнет. А Чак почему-то даже не был застрахован. Рентгенотерапия и цитостатики, вот все, на что ему оставалось уповать. Иными словами, он был приговорен американскими врачами к смерти. И еще его семья, друзья и поклонники придерживались другого мнения. Для проведения экспериментальной операции надо было набрать 70,00 долларов, а экспериментального в ней было только то, что по своей баснословной стоимости она не вписывалась в рамки жалких государственных медицинских программ. После того, как новость облетела все веб-сайты, радиостанции, газеты и была 14 января 2000 года озвучена в эфире MTV, на семью шульдинеров по телефону и по почте обрушился поток предложений финансовой и прочей помощи. В нескольких странах были учреждены специальные фонды, и Чик-то не остался равнодушным, кроме дельцов от медицины, они уточнили стоимость операции, теперь она достигла 100,00 долларов. Стоп, скажете вы. Ведь речь идет о чаке шоудинере, популярнейшем музыканте, имеющем в багаже кучу дисков, проданных немалыми тиражами по всему миру. Да у него этих баксов должно быть столько. Но дело в том, что не имея медицинской страховки, а уж ульдинера ее не было, в Штатах, ты ничтожество перед лицом дороговизны медицинских услуг, а значит перед ликом смерти. Всю жизнь исполняя некоммерческую, андиграундную музыку, Чак контактировал только с независимыми низкобюджетными компаниями, которые экономят на всем, и прежде всего, на дополнительных услугах для клиентов-музыкантов. Ни одна из трех контор, на которых работала ДЭС, не обеспечила команду страховками. А потому в залог лечения пошло практически все имущество семьи шоудинеров. Стоя одной ногой в могиле, ты узнаешь ободряющее известие, все здравительные программы, о которых постоянно твердит заботливое американское правительство, не для тебя. Я сказала Чаку в шутку, ты теперь мой должник, рассказывает сестра музыканта Бет. Все до последнего доллара ушло на лечение. Но я знаю, Чак сделал бы то же самое для меня и тысячу раз. Деньги были найдены, и до истечения января 2000 года администрация медицинского центра Хью Йоркского университета дала добро на проведение операции, хотя первоначально она едва не была отклонена. За операцией последовали тяжелейшие месяцы выздоровления, за Чаком ухаживала, в основном его мать Джейн Джейн Шалдинер. Однако дело шло на поправку, и в конце марта Чак заговорил. Впервые после операции он сделал заявление для прессы, в котором сообщил, что слухи о его смерти преувеличены. Он поблагодарил всех за поддержку, оптимистично высказался по поводу своего состояния и заявил, что уже дописал последнюю песню для нового диска Control Denied When Machine and Man Collide, где сталкиваются машина и человек, заключив контракт с Hammer Hair Records. Мы должны закончить этот диск, этот диск должен выйти, упрямо повторял Чак, стоя у самой двери, отделяющей наш мир от иного. Он даже задумывается о Турне. В металлической общественности, потрясенной таким подвигом великого музыканта, вырвался вздох облегчения. День за днем, месяцы летят, мир вступает в новый век. В декабре 2000 Ричард Кристи и Стив Ди Джорджио участвуют в записи хоррор-шоу, ужасное шоу, Аист Йорс, очаг по-прежнему дому, во Флориде. В начале 2001 года поступают бодрые сообщения, что с ним все в порядке, он просто пишет новый материал. К тому же ему стало лучше. Он прошел через ад. Напоминает его верный товарищ Стив Ди Джорджио. Он настоящий воин и единственный человек, у которого нашлись силы и терпение, чтобы пережить такой кошмар. Вскоре Ньюклиер Блэст сообщает о том, что уже готов мастер-тейп нового консерьортника Деслиф Эдзе Виски Эй Гоу Гоу с выступления в известнейшем Лос-Анджелесском клубе, на котором собраны все хиты группы. Радостные поклонники уже потирают руку и благодарят всех своих богов, за то, что все прошло благополучно. А в мае 2001 года, как гром среди ясного неба, Чак Шульденер срочно нуждается в помощи. После проведения очередной серии обследований была выявлена неприятная штука, опухоль дала метастазы и проросла в отдел мозга, который называется мозжечок. Поражение его вызывает нарушение равновесия и координации движений, внутри черепное давление резко нарастает. Короче, Чаку стало совсем плохо. К этому времени семья Шульденеров потратила на его лечение 200,00$, не считая дотаций и пожертвований. А ему нужна новая операция. ХМРХА Эмерика и семья Чака вынуждены были организовать аукцион для сбора средств на операцию, на котором были выставлены редкие вещи, принадлежавшие музыкантам ДЭС, одна из гитар Шульденера, бас Стива Ди Джорджа и тому подобное. Каждый собранный цент пошел в Чарльз Шалденер Мэдикал Фант. Есть о болезни Шульденера и том безнадежном финансовом состоянии, в котором он находится, быстрее молнии облетело металлическое сообщество, доказав, что термин «брат» по металлу – не пустое слово. Еще в 1999 году Киз и Ивон Клупманы в Голландии создали интернетовский сайт Empty Words, посвященный ДЭС и Control Denied. Он-то и стал центром сбора средств в помощь умиравшему музыканту. Было открыто несколько счетов, в том числе медицинский фонд Чарльза Шульденера, на который любой желающий мог перечислить деньги для лечения Чака. Уже после смерти Шулденера эти счета продолжают принимать средства, чтобы помочь матери и сестре Чака расплатиться с кредиторами. И это не все. На адрес Шулденера и на Empty Words приходили и продолжают приходить тонны писем, обеспечивших моральную поддержку, которая, возможно, в той ситуации уже была важнее финансовой. Но и это еще не все. Десятки рок- и металл-команд выступили инициаторами сбора средств в помощь музыканту, чье влияние на свою музыку они считали первостепенным. С помощью металлических журналов и радиостанций было организовано несколько концертов и небольших фестивалей, все сборы от которых пошли на борьбу со смертью. Корм Китрок, Стампинграунд, Лабрад, Фрибасы, Слипнат, Ред Ход, Чили Пепперс, Мэрилен Мэнсон, Пантера, Готс Мак и это только самые известные имена, причем, не имеющие даже близкого отношения к дэс-металл и не знавшие Чака лично. А была еще добрая сотня никому неизвестных дворовых металл-банд. Чак один из нас. Мы должны ему помочь, говорили музыканты. Пока же было решено провести курс химиотерапии препаратом Вин Кристин. В конце мая Чак отправился для прохождения лечения в больницу Сибис-Синай в Лос-Анджелесе со своей сестрой Бет, которая предложила в качестве платы кредитную карточку отца и гарантийное письмо от организации Music Care. Один из администраторов, Флойд Фрейзер, заявил, что такой вид оплаты неприемлем. Исполнительный директор Пол Адья просто отказался говорить с ней. Измученному Чаку указали на дверь. Только подключив адвоката и средства массовой информации, удалось заставить этих людей начать лечение. Это был самый худший день с тех пор, как мы узнали о болезни Чака. Даже когда мы заплатили им наличные, они проявляли потрясающее равнодушие, зная, что у моего сына нет страховки, вспоминает Джейн Шульдинер. Вин Кристин Цейт Астатик, он препятствует размножению клеток в опухоли. И еще, к сожалению, весьма токсичный и сам по себе вызывающий общие явления отравления, тошноту, слабость, выпадение волос. Кроме того, он воздействует на периферическую нервную систему, могут возникать боли в руках и ногах, нарушения движения и даже судороги. Препарат вводят обычно только раз в неделю. Но во время курса лечения Чаку приходилось находиться в больнице, под постоянным присмотром врачей, так что до осени он провел дом лишь несколько недель в перерывах между курсами. Чак и его семья были абсолютно уверены в безвредности препарата и даже не предполагали, что он вызовет такие побочные явления. Есть все основания подозревать медиков, в том, что Шульдинеру пришлось бороться еще и с интоксикацией организма. И Ча лечения препаратом. А главное, на устранение его побочных действий требовались все новые и новые деньги. Компания по сбору пожертвований раскручивается вновь. Источниками средств становятся заново запущенные с 10 сентября eBay-аукцион, организованные в интернете, на продажу выставляются разные редкости, личные гитары Энди Ля Рока, барабанные палочки и барабан Ричарда Кристи, подписанные вещи Ози Асборна, тарелки с автографом Билла Уорда, Black Sabbath и так далее. Организуются многочисленные благотворительные концерты, за два года было проведено 22 мероприятия, в которых приняли участие более 130 групп в 10 различных странах. Голландская металлическая общественность 14 октября в Тилбурге организовала крупный фестиваль под названием The Official Chuck Schaldinger Tribute Festival. В нем приняли участие известнейшие коллективы, God Detront, Olta, Goddess of Desire, Account, Colonnish Circle, Severe Torture Thanatos, Mangled, Shadow Bread, Outburst и Flash Made Sinus, одним из самых необычных стал августовский фестиваль Trash of the Titans, организованный вокалистом Testament Chuck and Billy. Ему самому незадолго до этого поставили диагноз «рак» и подвергли химиотерапии, вот только финансовая ситуация у него оказалась получше. Chuck Billy, вокалист Testament сам больше года назад перенес два сложнейшие операции по удалению злокачественной опухоли из шеи, причем около 10% ее пришлось оставить из-за опасности повредить жизненно важные органы музыканта. Такие события полностью меняют взгляды людей на жизнь, заставляя их смотреть на обычные вещи под иным углом зрения. Узнав о несчастье поразившем Шалдинера, и о том, что ему катастрофически не хватает средств на лечение, Билли перевел значительную сумму на счет коллеги-музыканта, с которым даже никогда не был знаком, «Я устал от этих историй о финансовых проблемах и отказе лечить людей из-за отсутствия денег». Я решил отправить ему большую сумму. Я счастлив, что оказалось так много людей, которым я не безразличен, моя семья, друзья, музыканты и металлисты из многих стран. Что сказать о лечении? Это жестокое испытание для тела и духа. Но за 14 лет, что я занимаюсь музыкой, я привык терпеть. А сейчас как раз тот момент, когда можно совершенствовать терпение. Я надеюсь, все закончится благополучно. Борьба Чака со смертью и реакция на нее металлхедов обнаружила, кроме всего прочего, удивительный факт. Поклонники смертельного металла оказались сентиментальными и отзывчивыми людьми, которые не смогли остаться сторонними наблюдателями разворачивавшейся трагедии, они приняли в ней деятельное участие. Всем так хотелось, чтобы он выкарабкался. И чьи остались в стороне и лейблы. ХМРХ Америка выпускают ранее не издававшийся материал в ДЕС под названием Zero Tolance. И чьи терпимость. Ньюклер Блэст наконец-то выкладывают на прилавки диск Де Сентро в Ли Фенел, Эй. Причем также в форматах CD, VHS и DVD. Это запись концерта в Лос-Анджелесском Виске и Гоу Гоу двухгодичной давности, еще времен турне в поддержку The Sound of Perseverance. В России этот диск также был издан компанией Вайронт. Затем Ньюклер Блэст издают и распространяют через свой мейлордер CD и DVD лифы на Эндхоуэн. Запись выступления на фестивале Дайна Мол в 1998 году. В конце сентября становится известно еще одно обескураживающее известие. Известный гитарист Джеймс Мерфи, Тестамон, Дес, Пол Бичуэри, при медицинском обследовании получил диагноз опухоль мозга неопределенного типа и у себя дома во Флориде готовится к операции. До злополучного анализа Джеймс собирался активно заниматься работой со своим детметаллическим проектом Десинкорна Т. Но теперь ему пришлось все бросить и также собирать средства на лечение. Похоже этот становится заразным, рак флоридского детметалла. Чак Шульдинер, Чак Билли Джеймс Мерфи, кто следующий? Фил Фошайна, Пол Масвидел, Тревор Перес. В конце октября, последнее сообщение от Чака Шульдинера. Я хочу поблагодарить всех за бесценные слова поддержки со всего света, я всегда рад этому. Хочу также, чтобы вы знали, что я уже проделал значительную часть пути по дороге выздоровления. Я смог начать новый курс химиотерапии, значительно эффективнее прежних, за что персонально благодарю Чака Билли и его жену, организовавших благотворительный концерт, моих поклонников и друзей по всему миру, которые сделали все это возможным. Да, возможно, без такой поддержки Чак бы погиб еще два года назад. И еще ему, лидеру всемирно известных групп, отцу стиля Дэдметалл, люди просто не могли не помочь. А еще 44 миллионам простых американцев, у которых на сегодня нет медицинской страховки, остается только страдать и натыкаться на равнодушие медицинских дельцов. А количество ошибок и скандальных случаев при лечении неуклонно растет. Последствия, перенесенных раз за разом сеансов радио и химиотерапии отрицательно сказались на организме Чака, в ноябре 2001-го он был госпитализирован с диагнозом пневмония. 34-летний музыкант, несмотря на титанические усилия всего мира, наконец-то проиграл последнее сражение со смертью. 13 декабря случилось то, что не должно было случиться, Чака больше не стало. Если ты чувствуешь то, что чувствую я, видишь этот мир, каким вижу его я, ты сможешь отличить желаемое от действительности. Поклонники отказываются верить в это. Вот некоторые впечатления от этой нелепой смерти. Я был сильно огорчен уходом злобного Чака, Дэс были той причиной, по которой я так сильно полюбил музыку. Скрим Блади Гор был тем самым альбомом, а Замби Ритуал была той самой песней, с которых все это началось для меня. И че для кого не секрет, что музыка Чака была вдохновением для всего североамериканского дэт металла. Дэс породили множество талантов в музыкальной индустрии. Мы можем проследить корни дэт металла от Блэк Сэббот, Веном и так далее, и че дэс будут настоящими создателями дэт металла. Я думаю, потери Чака сравнимы с потерей Рэнди Роудса, Рэнди Роудс. Даже хотя их жанры различны, потери инноваций бесспорно. Грэг Дерегас. 13 декабря, это день, который никто из нас не забудет никогда, когда одна из величайших легенд в истории металла перешла в лучший мир. С начала 80-х и до сих пор, Чак без конца продолжал впечатлять нас своим великолепным музыкальным мастерством в дэс и контрол дэнайт, когда я впервые услышал дэс, я подумал, что эта музыка была абсолютно невероятной и настолько изысканной, что, как музыкант, я не мог не впечатлиться величием его музыки, и это в значительной степени изменило мои способности к игре. Благодаря Чаку и его шедеврам я стал лучше, как музыкант, получив больше скорости и любви к гитаре и музыке самой по себе. Даже первое соло, которое я когда-либо выучил, было соло дэс. Музыка Чака в значительной мере предопределила мою жизнь и повернула ее в лучшую сторону. Теперь, когда он навсегда ушел от нас, его музыка все равно будет жива целую вечность, музыка одной из лучших из когда-либо собранных команд на Земле. К сожалению, я был фанатом дэс не скрим Блади Гор, но будучи их фэном восемь лет, могу сказать, что очень больно слышать, что такой великий человек покинул этот мир. Чак, пусть твое сознание, тело и душа будут покоиться в вечном мире. Ты никогда не будешь забыт, потому что мы не позволим этому случиться. Увидимся на том свете, брат. Бобби Рафуси, это просто убивающее на повал известие, что один из самых влиятельных и почитаемых людей в металле недавно ушел в мир иной. Это был один из случаев, о которых я думаю, это не должно было случиться, его группа дэс и музыка, которую они делали, очень много значили для меня. Для меня это началось в 1995, когда я купил альбом Симбалик. Я получил первое впечатление о дэт металле, это было для меня в новинку. И еще все, что я знал из прослушивания, это то, что это был чистой воды талант с безупречным качеством. Даже по сей день, я думаю, это до сих пор колбасит. Потом были покупки Спиричуал Хиллинг, Хьюман, The Sound of Pure Severance и Лепреси, некоторые я любил больше других, но все это был чистый, настоящий металл в моем понимании. Эй, чьи которые, я думаю, были впечатлены так же, как и я. Последнее, что я должен сказать, спасибо тебе Чак Шульдинер, за то множество великих моментов, когда твои диски крутились в моем проигрывателе, и за оказание влияния не только на меня, но и на целое поколение групп в экстремальном металле, спасибо огромное. Я думаю, что Чак сказал бы свое лучшее, пусть разразится металл. Let the metal flow. Покойся с миром, мой металлический брат. Эдам, эти слова remember, death is forever, помни, смерть это навсегда. Я увидел в 1993 году на дэсовском Individual Thought Patterns. Когда я купил в том году кассету, я вмиг затер ее благоговейно обожаю тот саунд. Дэс пленили меня своим спиритчоу Хиллинг в 1990, когда я был стремительно атакован темным и злым Dark Evil, звучанием вокала Чака, плюс Джеймсом Мерфи, прекрасно добавлявшим альбом своей лидер-гитарой. Чак продемонстрировал более примитивный способ написания песен на первых двух релизах. Но постепенно выскакивал из лирики, сосредоточенной вокруг этого, смерти, не упоминая грубые способы ухода из жизни. Individual Thought Patterns описал мою жизнь во времена, когда была весомая причина дорасти до этого и полюбить. У меня ушло некоторое время, чтобы быть в состоянии написать это, потому что, зная, что новый релиз Death или Control Denyte никогда больше не выйдет без присутствия Чака, нельзя не остаться спокойным. Я благодарю Чака за его музыкальную инспирацию, композиторские гении написания песен и за то, что он был создателем практически всего, что сейчас известно как Death Metal. Тот факт, что Чак не имел достаточно денег после первого хирургического лечения его ужасной болезни, заставил меня задуматься о том, что наследие Чака могло бы быть продолжено, если бы он имел все необходимые средства для второй операции. Как мы знаем, второй операции не было. 13 декабря 2001 года произошел один из печальнейших случаев, который когда-либо видела металлическое сообщество, Чак умер в возрасте всего лишь 33 лет. И для меня было необычно, что он умер именно в этом возрасте, Христу также было 33. Я только знал Чака как поэта и музыканта, но не как личность в стороне от музыки. Я говорю прощай крестному отцу Death Metal, гению лирики и автору песен, вдохновителю юных умов. Спасибо, Чак, что вдохновляешь меня своей музыкой так же, как и заставляешь меня любить ее сейчас и на все года. Уход их жизни этого великого человека без преувеличения потряс весь мир. Оставшиеся после смерти Чака Шульдинера участники Control Denied решили дописать неоконченный альбом группы в память о нем. Басист Стив Ди. Джорджа, вокалист Тим Эймор, гитарист Шеннон Хэм и барабанщик Ричард Кристи собрались выпустить Van Machine & Man Collide, когда сталкиваются машина и человек, до конца 2002 года через Hammer Hair Records. Большинство гитар и барабаны уже записаны и ему остается только внести небольшие штрихы, после чего Стив и Тим запишут свои партии. Ди Джорджа говорит, очень грустно, что Чак никогда не увидит альбом в завершенном виде. Мы постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы доделать диск в его честь. Говорят, смерть, великий судья, но думать так, значит подчиниться неизбежной и несправедливой силе. Чак Шоу Динер скончался. Неожиданность, с которой болезнь вновь напала на него, когда надежда на выздоровление была так близка, воспринимается как жестокая несправедливость. Смерть всегда была в глубине музыки, которую создавал Чак и которая, в свою очередь, теперь так глубоко сидит в нас. И с этой точки зрения древний лозунг группы Дэс первое слово в Дэс Мэттал вряд ли воспринимается как шутка. Со смертью Шоу Динера сразу стало ясно, кто был настоящим стандартом в экстремальной музыке и по кому будут равнять молодые Дэс команды еще не один десяток лет. Узкие рамки Дэс Мэттал, которые Чак раздвигал всю свою недолгую жизнь, не позволили ему встать в один ряд с такими мастерами гитары, как Сив Вай Эдди Ван Хален и Джо Сатриани, но только по популярности, поскольку аудитория нормальной рок-музыки значительно превосходит фанатов Дэс численно. Тем более, учитывая возраст, в котором он ушел, можно сказать, Шоу Динер находился на восходе своей карьеры. И все же, я считаю, достичь тех немыслимых вершин технического совершенства, того композиторского гения и той сверхагрессивной экспрессии, что наполняет альбомы Дэс, от скрим Влади Горда «The Sound of Perseverance», будет не самой простой задачей через годы. Дэс с самого момента рождения стремилась разрушать барьеры в поисках музыки, которая содержала бы идеальное сочетание агрессии и творчества. Она никогда не топталась на тупорылом базисе брутализма безо всякого желания развиваться. Слушать эту музыку теперь, значит не только оживлять в памяти ее творца, но тонуть в ее необъяснимой сложности, удивительной и жестокой красоте, черпать из нее вдохновение, словно из животворного источника творчества. Смерть, забравшая с собой Чака, думает, что обдурила нас, отняв этот источник, но она заблуждается. Его душа будет возрождаться снова и снова, всякий раз, когда будет звучать его музыка. Всякий раз, когда кто-то будет искать в ней огонь и ярость, дабы стать настоящим наследником Шоудинера. Ильча в самом деле, это прекрасно, что память об ушедших личностях остается в умах других людей. И неважно возносится ли это в культ или нет, так, в январе 2001 года мать Чака Шоудинера выпустила видео, показывающее разные этапы его жизни для того, чтобы покрыть медицинские расходы, понесенные семьей. Пусть для некоторых 25 долларов, большие деньги, но все равно, это большой шаг и для поклонников, и для семьи Чака. Действительно, мало кто знал Шоудинера как человека, больше как музыканта. Однако можно попытаться рассказать о внутреннем мире этого музыкального гения. Для меня ДЭС, это всего лишь слово из пяти букв, взятых из алфавита, и никоим образом не олицетворяющих мою жизненную философию. Я очень спокойный и миролюбивый человек, до тех пор, пока кто-нибудь не выведет меня из себя. Я наслаждаюсь жизнью, природой и многими другими вещами. Я не дьявол, и людей я тоже не убиваю. Как вы думаете, много ли людей, играющих в группах типа макап или эксхьюмт, реально верят в то, что они делают? Действительно ли можно восхищаться психами-маньяками, кровавыми оргиями, призывами к убийству? Нет. Это всего лишь утоление жажды людей освободиться от давления своего на свое креативное начало. То, о чем так долго писали Фрейд и неофрейдисты, нашло воплощение в металлической музыке. Вместе с Чаком от нас ушла целая эпоха в металле, эпоха, к несчастью, оказавшаяся слишком короткой, но оттого не менее интересной. Чак был одним из немногих музыкантов, которые всегда оставались честными перед самими собой и своим творчеством. В то время, как другие шли на компромиссы во имя славы, денег, популярности, или чего угодно другого, Чак оставался верным себе и своим идеалам. Это был металлхэт до мозга костей, человек, искренне любивший и веривший в то, что он делал. И Чак, как это ни прискорбно, так до конца и не реализовавший свой огромный потенциал, так и не успевший сделать ту главную работу своей жизни, которая есть у любого настоящего музыканта. Все еще трудно говорить о нем в прошедшем времени, ибо какими бы высокими и вымученными сейчас не казались эти слова, но мы еще долго не сможем смириться с его смертью. Для большинства подростков, увлекшихся тяжелой музыкой в начале 80-х, и шоу-динер не исключение, бегство в экстремальную музыку и отрицание официальных истин не было осознанным. Это была попытка найти убежище от навязчивой и лживой социальной морали, цинично идущей вразрез с реалиями повседневной жизни, убожеством существования, гангстерскими войнами, наркотой, расовой сегрегацией и прочими прелестями свободного мира, слышим одно, видим другое. Отсюда, агрессивные, полные насилия и смерти тексты песен и музыка под стать. Шосткая, сверхскоростная, грубая, как руки насильника и тяжелая, как топор палача. Их богом стала ревущая гитара. Death Metal имел дело с правдой жизни, грязной и жестокой, но все же правдой. В нем была ярость и нитежная душа, он не тлел подобно мейнстримовским поп-рок жанрам, но полыхал ослепляющим убийственным пламенем. Даже первые металл-группы, весьма попсовые на взгляд нынешних любителей экстремальных жанров, Джудас Прист, Айрон Мэйден, Леном Моторхед, Следж Хэма, Эйнджел Вич, Прэйнг Мэнтес и другие, отрицали Христа в качестве философского и жизненного авторитета. Трэш и Дэсс состава пошли еще дальше, открыто выступив против христианства и возведя в идеал хаос небытия, Дэйси да тому яркий пример. Чак отчасти разделял взгляды своего поколения, взгляды проповедуемые в музыке 80-х Позест, Слэйр, Беттери, Морбод Эйнджел и Келтик Фрост. Эти взгляды позволили зародившемуся стилю отколоться от сытого хард-рока и стать уникальным явлением, отщепенцем, страшным уродцем, изгоем музыкальной культуры 20 века. Поначалу чисто антиграундное явление, дэс-метал к концу 80-х стал частью музыкальной индустрии, он получил огромную популярность, тысячи дэс-актов вели за собой сотни тысяч фанатов, деньги рекой потекли в карманы компаний, специализировавшихся на смертоносном металле. Вот тут-то, братцы, закончилась идеология и начался эстеблишмент, против которого так яростно боролся Чак и его собратья по дэс-метал. Идея умерла, оставив на память брутальный жанр, цепляющийся за существование и поныне. Эйчи сомнен, но он не был просто еще одним металлюгой, орущим тексты про сатану и зомби. Многие называли его тираном, о чем говорит огромное количество музыкантов, перебывавших в дэс, но кстати почти никто не жаловался на то, что играл в группе, и для многих это было незабываемым опытом и честью играть с таким человеком как Шульденер. Он был строг, но справедлив, и как любому человеку, Чаку было тоже свойственно пользоваться и кнутом, и пряником. Многие люди слишком серьезно относятся к моим текстам, говорил он в самом начале девяностых. Эйча первом альбоме мне это очень нравилось, потому как никто до этого не пел про такую мерзость. Вдохновение приходило по большей части из всех этих отвратных ужастиков. Супер. Эйча вот уже на лэпросе тексты намного серьезнее и реалистичнее. Сейчас все, что я пою, написано мной после чтения газет. Эйчаш мир полон дерьма. И это наша с вами заслуга. Альбом Scream Bloody Gore 1987 года стал классикой. Для огромного количества групп то, что сделал Чак на этом диске, послужило отправной точкой их музыкальной карьеры. Музыка, которую он создал, назвали просто Death Metal. Она, как и многие жанры прогрессировала, имела свои взлеты и падения. И сам гений не стоял на месте, прогрессируя от года к году, не видя границ и не признавая таковых, но злая старуха с косой подло определила границы его жизненного пути. Шоудинер взрослел, жизнь обогащала его опытом, неудачи учили быть гибче, а редкие радости добрее. Он так и не стал христианином, но в середине девяностых полностью отошел от богоборчества. Странно, но именно зловещий логотип его группы лучше всего отражал трансформацию взглядов Чака. Посмотрите на обложки Scream Bloody Gore и Лэпроси. Основу товарного знака Death составляет перевернутый крест, поперечная планка которого к временам Human и Individual Sought Patterns медленно поползла вверх. Симбалик стал свидетелем ее остановки ровно посередине. А на обложке последнего альбома Death она находится уже в верхней части креста. Случайность, ошибка художника, решайте сами. Я абсолютно нормальный человек, как и все остальные. Я, как и все, ошибаюсь. Эй, чё я никоим образом не дьявольский персонаж, которого многие из меня раздули. Большинство слухов, которые вы про меня слышали, не что иное, как ложь. Я не идеален и всегда признавал, и буду признавать, свои ошибки. Я на них учусь. В Недес я живу совершенно обыкновенной жизнью. Я стираю белье, чищу зубы, кормлю и выгуливаю свою собаку. Если честно, вы бы умерли со смеху, если бы увидели какой я в нормальной жизни. Мне очень хотелось бы, чтобы люди проще относились к вещам, которые они читают про меня в газетах и журналах. Самое страшное, что многие хотят плохо думать о других, как раз поэтому так много газетенок развелось в последнее время. Очень печально, что люди всерьез думают, что можно забеременеть от слона, или что морковь может расти из человеческой головы, или что я воплощение дьявола. И чё, почему все так хотят увидеть только плохую сторону? Что касается музыкантов, мне просто хотелось бы, чтобы люди поддерживал им музыку, а не чтобы они мучились, принимая решения, нравится им какая-то группа или нет, из-за того, что они слышали о тех, кто в данной группе играет. Вот, например, я большой фанат Ингви Мальнстина, Юн Гви Мальнстин, мне очень нравится его манера игры на гитаре, но я читал, что он полный придурок. Я не могу и не собираюсь узнавать всю правду, мне это не нужно, я знаю, что мне нравится его музыка. А еще мне очень нравится Квинсвича, у Джоффа Тейта, Джефф Тейт, прекрасный голос. Даже если бы я услышал или прочитал, что он полное дерьмо, это никак бы не изменило степень моего уважения к его голосу и к остальным участникам группы. А я вот пал жертвой именно такой грязной болтовни. Мне кажется, что я хороший человек. Я не хожу по окрестностям с пилой в руке в поисках кошки для приношения в жертву какой-нибудь высшей материи. Кстати, я тут спас одну кошку и выхаживал ее до полного выздоровления. Лично я не отношусь к людям, которые верят всему, что они слышат и видят, я из тех, у кого своя голова на плечах. Моя семья и мои друзья, да, у меня есть друзья. Были просто в шоке, узнав то, что обо мне говорилось. Эй, Чьет, я абсолютно не какая-нибудь испорченная рок-звезда, я музыкант, который борется. Я не считаю себя супер важным человеком. Я музыкант и личность. И я еще докажу, что многие откровенно лгали про меня. Иногда может показаться, что этот парень вообще не имел никакой философии, ее заменяли чувства и переживания, эмоции и самовыражения в музыке. Музыка и была его философией, его религией, если хотите. И это верно, если ты целыми днями думаешь о своем Боге, у тебя не останется времени на дело, а делом жизни Чака была музыка, его бизнес, его мораль, его любовь. Она не обманывала, как попы, не предавала, как женщины и если ты был с ней честен и трудолюбив, отдавалась как женщина и говорила за тебя, как проповедник. А Чак был трудолюбивым и еще слишком сильным, чтобы зависеть от чьей-то доброй или злой воли. Что самое интересное, практически основав Death Metal, вместо него он слушал старичков, типа Black Sabbath, Watchtower, King Diamond, Judas Priest, Queen's Riche, Marquefile Fate, Venom, и еще группы, которые, по его мнению, основали Death Metal, Angel Witch, Torch, Швеция и Sartillage, Франция. Я помню свои ощущения после покупки первой и пешки Marquefile Fate, а Корпс Визаут Соул. У меня просто крышу сорвало. Я купил альбом только потому, что обложка у него была просто непередаваемая. Да, они были сатанистами, но не в общем смысле, и они не проповедовали все это. Я помню, как принес в колледж первый альбом Exciter Heavy Metal Main X, чтобы попытаться изменить мнение моих сокурсников о металле, но все только рассмеялись мне в ответ, подумав, что это был просто какой-то шум. То же самое произошло и с Kill'em all Metallica. Музыкальный прогресс вел Чака вперед от альбому к альбому, от песни к песне. Ему даже стало мало одной группы, в 1996 году он основывает Control Denyte, в которой решил не петь, а заняться только своей любимой музыкальной составляющей. Эйча вопрос, что он ожидает от металла в новом тысячелетии, он отвечал, я надеюсь, что для металла этот период будет намного более удачным. Металл прошел через все круги ада в Америке. Тренд убивает металл. Людям в Америке надо объяснить, что такое металл. Металл, это H-E-Corn или Limp Bizkit. Это даже и близко не металл. Эйча идутся люди, которые захотят со мной поспорить, но я отвечаю за свои слова, ибо варюсь в этом котле уже 14-15 лет, а это довольно долго. Он говорил, что ему не нравится его голос. Он надеялся дать много концертов с группой. И что ж теперь мы будем наслаждаться и сдерживать слезы, слушая его музыку и тот самый голос, который ему так не нравился. Чак не был загадкой для окружающих, таковой была лишь его музыка, его неистащимый удивительный источник творческих способностей. Он не был затворником и любил маленькие радости большой жизни, близких и друзей, вечеринки, спорт, беседы за полночь. А один из фанатов ДЭС рассказывает, как Шульдинер, еще в первые годы музицирования, получивший за свою ярость кличку Злобный, Ивелл, на которого он натолкнулся в баре, где играла команда, будучи в абсолютно невменяемом от алкоголя состоянии, помог парню выйти на воздух и проблеваться. Ничтожный факт, говорящий многое о личности. Все, кто хорошо знал Шульдинера, в один голос утверждают, это был внимательный и заботливый человек, никогда не забывавший добро, но не терпевший испытанной подлости. Ходило и продолжает ходить множество слухов о том, что Чак был трудным человеком для общения, неуживчивым и упрямым. Вспоминают при этом и то, как он прерывал гастроли на полдороге, как ежегодно менял состав группы, как однажды с пеной у рта доказывал, что ДЭС, первичнее и круче, чем Морбот Эйнджел. Речь шла о том, кому из двух монстров быть хедлайнером в совместном турне, а первые сотоварищи по команде обвиняли его в присвоении доходов от совместного творчества, когда стало известно о болезни Чака и его финансовых проблемах, циркулировала сплетня, будто он сам выдумал болезнь, чтобы поправить бюджет. Что ж, пусть даже это правда, но хотя бы наполовину кто из нас по молодости, а Чак был очень молод. Не грешил эгоизмом и максимализмом. Заметьте, став старше Шоудинер стал бережнее относиться к музыкантам, с которыми работал, да и к людям вообще. Многое можно объяснить и его страстной любовью к музыке, тому делу, которое с вступлением в зрелый возраст стало всепоглощающим. Не поддерживайте слухи, говорил Чак, лучше поддержите музыку. Перри Грейсон из Metal Maniacs рассказывает, как в первый и последний раз повстречал Чака во время турне The Sound of Pure Severance. Он подписал все мои CD и винилы, а я извинился за мальчишескую навязчивость. Я сам такой же, особенно когда дело касается кис, возразил Шоудинер. До саундчика оставалось несколько часов, и я провел полдня в пустом зале, наблюдая, словно во сне, как Чак играет в полном одиночестве. Там была только его подруга Мария Эбрил, Мария Абрил, но он не выставил меня за дверь и даже не удивился, какого черта я там сижу. Чак, я горжусь тем, что у меня никогда не было проблем с наркотиками, тем, что никогда не ныл о том, как мне надоела слава, тем, что не застрелился, как Курт Кобейн. Извините, но успех, это как раз то, к чему стремятся люди, подобные мне. Не умаляя достоинства тех прекрасных музыкантов, с которыми Чаку довелось работать все эти годы, можно без сомнения сказать, он и был без, он выдумал ее, он вел этот непотопляемый корабль сквозь водовороты в гиблые времена, когда всем было насрать на Death Metal, он был единственным постоянным членом ее команды, это его безграничное видение помогало возрождать ее вновь и вновь, каждый раз другую, более зрелую, жизнестойкую и удивительную. Он был не из тех, кто бежит со стаей, всегда впереди всех, всегда на голову выше всех. Мы гордимся его музыкой, а его сердце начинает вновь биться в наших сердцах каждый раз, когда мы слышим ее. Потому что оно осталось в этой музыке. 16 декабря 2001 года на официальном сайте гениального басиста, давнего друга и коллеги Чака, Стива Ди Джорджио появилось следующее послание. Я безумно опечален. Вот первый раз после того, как я узнал о смерти Чака, я сумел подойти к компьютеру и написать вам. Как я вижу, новости распространяются с молниеносной скоростью. И на данный момент все уже знают, что произошло. Я хотел поблагодарить всех вас за трогательные слова поддержки. Что еще можно добавить? Мы потеряли икону металла. И более того, я потерял прекрасного друга, с которым долгие годы мы шли рука об руку. Мы родились в один год и имели очень много общего. Очевидно, что я из кожи вон лез, чтобы играть как можно лучше с Чаком, выдавая сложнейшие басовые партии. Он всегда говорил, что нужно больше работать, думать о большем, раздвигать границы и всегда находиться в поиске нового неизведанного. Но все же придерживаться определенной формулы. С его уходом я потерял вдохновение в своем личном музыкальном поиске. Мне всегда будет не хватать Чака. Мы успели записать только половину нового альбома, и непостижимо грустно осознавать, что Чак так никогда и не увидит конечного результата. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы этот альбом увидел свет. Мы сделаем его ради Чака, но никогда не узнаем, того ли Чак ожидал и вкладывал в него. Это единственное, что мы можем сделать для человека, который так много отдал и так сильно заботился о том, что и как он делает, и как на это отреагируют те, кто верил в него. И сейчас в самом деле, в какой-то совсем малой степени я даже рад, что его страдания закончились. С другой стороны, он больше не будет играть на гитаре, переставлять свою огромную коллекцию винилов, делать какие-то дела по дому, ходить на пляж, посещать концерты. То есть делать то, что он так любил. Он не заслуживал жизни без тех вещей, которые сделали его тем Чаком-Шульдинером, которого мы все знаем. Потому что он был тем, что он любил. Он очень любил семью, всегда старался далеко не уезжать от матери, отца, сестры и племянника. Он любил животных, и его питомцы тоже были семьей для него. Он любил гулять на свежем воздухе, любил барбекю, пляжи, походы, и, конечно, когда мы не писали музыку, много времени уделял Каноэ. Конечно же, он обожал музыку, он сделал ее своей жизнью. А мы сделали ее своей. Это правда, что он очень серьезно болел. Он понимал, что жизнь его подходит к концу. Ильчо мне бы очень хотелось, чтобы вы не слушали все те слухи, росказни, все то дерьмо. Знаете, что он никогда не хотел принимать свою судьбу. Он никогда не сдавался. Он до самого конца был настоящим бойцом. Самый первый врач, к которому он обратился, сказал, что ему не так долго осталось, тогда Чак пошел к другому доктору. После того, как он услышал то же самое, он пошел к следующему, он пытался услышать именно тот ответ, который был ему нужен, а не тот, который ему говорили. Он исколесил всю страну, пытаясь найти кого-нибудь, кто смог бы ему помочь. Ответа нет для него не существовало. Все, кто находился рядом с ним, только укрепляли его стремление к жизни. Его родные больше всех надеялись и делали все, что было необходимо. Друзья также старались сделать все, от них зависящее. Все те, кто поддерживал его по всему миру, их слова и поддержка не давали угаснуть искорки жизни в те моменты, когда все казалось таким темным. Я хочу, чтобы вы гордились тем, что он сделал. Мы слышим его сердце каждый раз, когда слушаем его записи, потому как он вложил все свое сердце в них. А пока прощай, мой брат Пенеталу. Я не могу описать словами, как мне будет тебя не хватать. Чак Щал Динер, 15 мая 1968 года, 13 декабря 2001 года. Можно было бы на этом и закончить историю легенды, словами вот так мы простились с великим, и так далее, вот только я целиком и полностью убежден, что история заканчивается тогда, когда заканчивается память. А память о Дессе сердца металлистов будет вечной. Так как не забываются пирамиды в Египте и Южной Америке, великие стены в Китае и Берлине, так не забудут и то великое наследие, которое оставил нам Чак. Так скажем здравствуй, Десс и поприветствуем каждый релиз как свежевышедший. Все только начинается.